Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Алексей, в походных условиях, из машины, со странным антуражем, поэтому, соответственно, все видим, все принимаем. Я так понимаю, ты в турне по Европе за президентом Зеленским, у которого турне было по Европе, по следам собираешь, в том числе информацию, даешь консультации или как? Не-не-не, я в турне по среде деда в Штатов и прожигаю жизнь, да, ни за кем ничего не смею. Прожигаю жизнь. Разве что изредка-изредка вот так вот таксистов встретишь. Да что ты, брат-таксист, парой слов перекинешься, все. Европейские таксисты или также американские присаживаются? Они разные, есть американские таксисты, есть европейские таксисты. Этот мир полон таксистов, и мы управляем таксисты, я давно это заметил. Поэтому периодически приходится нам созваниваться и встречаться. Давай про европейских таксистов поговорим сразу. Политику опубликовала такую публикацию, пять вопросов Зеленского в его турне по Европе и вероятность того, что он получит ответы. Украинский президент вчится по Европе, чтобы заручиться поддержкой европейских столиц. Мы знаем, что перенесен Рамштайн, формально или неформально, с причиной ураган Милтон, который один из самых, считается, сложных для Америки в течение ста лет. Тем не менее, заменили ли, на твой взгляд, вот эти встречи в столицах Европы президенту эффект от общего Рамштайна, юбилейного, который должен был бы состояться с его участием? Не может заместить. Ведь проблема-то в том, что первое, европейская помощь не может заместить американскую. Ни по объему, ни по значению. Кроме того, кроме фактической помощи, финансовой и военной, есть дипломатическая помощь. И одно дело удерживать позицию, за которой стоит позиция США, а другое дело удерживать какую-то свою самостоятельную позицию, пусть даже в согласии с некоторыми государствами Европы. Это отсутствие американской поддержки, либо её маршрутизирование до одного оставшегося варианта, а именно она это указывает перед Норстремштайна, это больная и большого тела. Раз. Во-вторых, ураган никакого страшного уровня не достиг. И если президент Байден, конечно, мог остаться в Америке из-за урагана, который никаких шесть баллов там не приобрёл, и даже пяти не приобрёл, он на трёх прошёл, ослабляясь через Флориду, и это было заранее известно, то Блинкин, министр иностранных дел, фактически госсекретарь, точно мог приехать в Европу, правильно? Но он не приехал, потому что министру иностранных дел нечего делать, обороняя Флориду от Урагана, его задача – это внешняя политика, но он тоже не приехал. Потом последовало два заявления со стороны Соединённых Штатов, Джексон, председатель парламента, сказал, я больше вообще не буду финансировать Украине, мне надоело, Украину-земенскую. А Рамштайн потом заявили, что перенесён на неопределённое время, скорее всего, после выборов в США. С моей точки зрения это не может трактоваться иначе, как отсутствие полной, отсутствие поддержки и полного несогласия Соединённых Штатов с курсом, который обозначили в плане мира, как хотите, назовите это и так далее. Потому что они показывают, и таксисты об этом честно говорят, что, ребята, у вас остался один вариант – садитесь с русскими и расписывайте карту и линию прекращения огня. И больше никакого варианта мы поддерживать не будем в сложившейся ситуации. Позиция таксистов понятна, потому что она заключается в том, что большие игроки между собой обо всём договорились. А маленькие игроки, такие как Украина и Израиль, например, имеют своё мнение на этот счёт, что мы неоднократно обсуждали, и вечно бьют посуду на хорошо расставленном и серпированном столе. Это не может не вызывать неудовольствия. Но учитывая, что Израиль относительно самостоятельен, хотя у него есть границы, но у него больше самостоятельности, прежде всего в сфере ВПК, способности вести вооружённую оборону, а мы на 80% зависим от западной помощи, и из этих 80-60 — это американская, то наши возможности бить горшки и посуду очень сильно ограничены. Результат. Если с американцами не вышло, и они фиксируют только один путь примирения, остановка войны, надо поговорить с британцами и европейцами. Вот отсюда этот турнел. Но, как мы видим, там тоже возникло ряд вопросов. Например, Таурус и немецкий не будут применяться по ценам в России, Storm Shadow и французские эти самые, их варианты не будут применяться на территории России, потому что это часть системы договорённости с Россией. Соответственно, Россия не применяет сейчас свои средства воздушного нападения по нашей энергетике. Они тоже выдерживают чёткую линию. То есть договорённости достигнут, это свидетельство имеющихся договоренностей. Могу сказать, что таксисты в бешенстве, они радикально недовольны происходящим с нашей стороны, и они делят ответственность примерно пору, на три части. Первую. Они говорят даже на четыре. Они говорят, что не план войны, ну прямо пресса пишет, план войны размыт. План, вернее, победы в войне и содержит ряд неприемлемых позиций, такие как разрешение отбить американским оружием по глубину территории России. Второе. Военные ваши говорят. Сколько им не передавая вооружение и военную технику, ваши высшие военные, не умеют обеспечить правильную логистику и конфликтуют с западными партнёрами. Я называю только то, что было в открытой прессе, а не то, что мне известно. Это было в открытой прессе, что подходы нашего Генштаба и подходы наших союзников радикально различаются. Генштаб требует как можно большей массы передавать вооружение на территорию Украины. Западные партнёры указывают им, что вы не умеете его хранить и обеспечить безопасность хранения, по ним тут же прилетаем, поэтому мы передаём малыми порциями, чтобы на складе не долго лежало, сразу входило на поле боя, распределялось, и у россиян, у противника было меньше шансов их поразить. Поэтому радикально отличаются подходы не только политиков, но и военных. Когда наши говорят, давайте мы создадим новые бригады и вот-вот, они показывают укомплектованность Старка и говорят, что вы вообще делаете? Раз, и второе, на что вы рассчитываете? Кто будет применять всё это вооружение? Третье, это подходы элит. По данным таксистов, которые они мне сегодня назвали, а тут как раз пикник небольшой был, они говорят, съехали все таксисты, они говорят, что 40% помощи западной разворовываются в Украине. Ох, ох. Это катастрофа, они говорят, и это главная проблема. Не Корея, которой вы нас пугаете, не сами себя, не этот самый, не проклятая Россия и страшный Путин, который хочет дойти до Львова, изныщит ее Украину. А то, что ваши элиты наспасть прогнили, они гнили десятилетиями, сейчас они догнились до такой степени, что всё, что им даёшь, распадаются в руках, как бумага ржавая. Вернее, грязная, как это, смоченная грязной водой расползается. Поэтому не на что рассчитывать, они говорят. При таком варианте, сколько вам не передай, вы не победите. И дело в элитах. И третье, они говорят, это народ. Официальные опросы ваши показывают массой. Показывают, что 55% верят в сказку про границу 21-го года. И говорят, мы в таком случае снимаем с себя всякую ответственность. Я их, конечно, начинаю троллить, потому что я люблю троллить всех. И я говорю, ребята, а как вы хотели, какую позицию должен занимать народ по вашему? Давайте всё отдадим? И говорят, нет. Мирный план и приоритет на развитие оставшихся территорий, например. У нас есть для вас проект, у нас есть для вас помощь. Помощь эта составляет несколько сотен миллиардов долларов. Только наше, только на восстановление и так далее. Пожалуйста, вы же не хотите принимать это предложение. Поэтому они не сводят ситуацию, как у нас в запарке внутриполитической борьбы. Только к Зе виноват во всём. Или только военные тупицы. Или только Риббентроп, значит, идиот, и так далее. Это я цитирую 17-го дня весны, когда они причины поражения. Кальтербруннер перечисляет причины поражения Рейха. Говорят, у вас ответственность распределена равномерно. Равномерно. Я говорю, вы понимаете, что на народе меньше ответственности, чем на правительстве? Да, но на них лежит своя часть ответственности, которую снять их с них нельзя. Потому что они поддерживают тренды, которые обеспечивают правительство. И они говорят, у нас всё понятно, с вами всё чётенько. Ребятки, или вот этот вариант, или мы не будем поддерживать никакой. Вот вам перенос Амштайна. А это 25-й юбилей. На нём должны были главы держав присутствовать, не министры. Вот вам конкретное урезание помощи. Немцы заявляют, что они будут больше тяжёлое вооружение поставлять из запасов бедосферы. Давайте уточним. Но, тем не менее, они будут. Они будут только вновь сделаны. И там, в основном, ПВО. Есть предложение на столе. Есть большой договор между пятью крупными игроками. Вы единственное, ну, Израиль ещё. Говорит, они как-то бьют горшки. Кто отказывается от разумного, рационального предложения, согласованного большими игроками? А когда мы говорим, какое у вас в ответ предложение, вы выдвигаете размытый неконкретный план, который точно не может быть основой практической передачи денег, средств и организации дальнейшей помощи. А вообще, говорят они по хорошему, сделайте что-то с вашими элитами, проборовавшимися насквозь. Вот их месседж. Это главная проблема. Не Россия, не Китай, не Корея, а проборовавшаяся украинская элита. Это главный месседж. Можно им помахать, они тут ходят рядом, эти таксисты. Я думал, элиты. Элиты ходят у вас-то, блядь, но у меня таксисты. Скажи, пожалуйста, что они считают нужным сделать с этими элитами? Ну, надо же, какой-то практически тоже план неразмытый. Ну, от нас. Они говорят, вы суверенное государство, решайте сами, что вам делать. И это ваша персональная ответственность всех масс, всех опасных классов, всех классов, которым только предстоит стать опасными и так далее. Но пока вы себя боюкаете сказками про границы 1991 года, а там и страшную борьбу цивилизационную, мы себе снимаем ответственность за вашу дальнейшую судьбу. Я говорю, а хорошо, провалится фронт. Они говорят, так вы же сами этого хотели. Вот у вас лежит прямо сейчас вкусное предложение, вы его не принимаете. Мы снимаем себе ответственность. Это дальше сами, все сами. То есть это похоже на предложение последнего раза? Типа, если нет, ну как бы делайте что-то. Нет, они совсем нас не бросят. То есть они будут минимум какой-то сдерживать, и предел этого понятен. Днепр — это физическая граница, за которую россиян не пропустят. Но если мы хотим откатиться под Днепр, то, говорит, у нас здоровье, мы же ничего с этим не можем сделать. А кроме того, есть еще виртуальная граница. Хорошо, под Днепру их, допустим, остановили. Что дальше? Что с оставшейся частью Украины делать? Элиты вдруг станут непроворовавшимся? Народ вдруг станет разумным? Это только от нас зависит. Они ничего с этим не могут сделать. Ну а все-таки есть ли у них какие-то рекомендации, высказываемые в личном порядке? Негласные? Да, да. В личном порядке они говорят разное. Я не буду цитировать, это будет откровенная провокация. Но можно догадаться. Они говорят, у вас есть определенный опыт, как у нации. Подумайте. Не больше. Добро. Как минимум, они говорят, не поддерживайте ложные тренды, потому что они сюда, эти ваши элиты приезжают и ссылаются на волю народа, на объективные данные, простите, соцопросов и всего остального. Говорят, ну мы знаем реальные данные соцопросов, мы выдерживаем на это реагировать. Как бы, да, поэтому сложная ситуация, запутанная. Логика очень простая. Один вариант остался у вас, никаких других вариантов даже рассматриваться не будет. И к ответам каждый раз на неприятие варианта на каждом новом этапе одного, то есть остановка огня, прекращение огня, будет сокращение помощи. Все, вопрос решен. А скажи, пожалуйста, ты упомянул, что вот получается нет ударов по энергетике, соответственно, это свидетельство неких договоренностей, они произошли, но они же произошли не между Украиной и Россией. Очевидно же, что Украина что-то обещает одно кому-то, не России, и Россия что-то обещает кому-то не Украине. Ну конечно. Как это выглядит на данный момент? Смотрите, смотрите, России трудно сдерживаться сейчас, потому что мы-то бьем своими дронами по аэродромам, по складам, по объектам их промышленности, они честно выполняют свою систему договоренностей. Как вы думаете, что Россию могло заставить выполнять эти договоренности в отношении отсутствия ударов по энергетике? Кто для нее является таким весомым, позиция кого является таким весомым аргументом? Вы не поверите, это Индия и Китай преимущества. Даже не американцы и британцы, Индия и Китай. Они заинтересованы первые в остановке войны, они заинтересованы более того в инвестициях в Украине и развитие ее как транспортного хаба, как ворот в Европу. Каждый по-своему, иначе бы моди здесь не было с государственными визитами. Но они крайне заинтересованы. Саудовская Аравия и многие другие арабские страны заинтересованы в нашем сельском хозяйстве. И одно из самых сильных средств решения ключевой задачи послевоенного восстановления, недопущения второго этапа войны решаются не только Западом, он решается через установление хороших отношений с глобальным югом, наших отношений, и привлечение сюда китайских, индийских и арабских инвестиций в первую очередь. А может быть, малазийских, а может быть, бразильских, потому что Китай создал в ООН группу поддержки мира в Украине не просто так, это группа потенциальных инвесторов, заинтересованных в благополучном развитии Украины. И они-то сумеют объяснить России, почему вторгаться второй раз не надо. Потому что здесь прямые их интересы, прямые инвестиции. И наша задача сейчас, как разумных людей, первое — торговаться, чтобы китайские, индийские и прочие инвестиции пришли и закрепились тут. И второе — выторговать у Запада разрешение на привлечение инвестиций со стороны глобального юга, подав им идею некого такого Украины как площадки взаимодействия Запада и глобального юга, мирного взаимодействия. В чем-то конкурентного, но по цивилизованным правилам. Вот это нужно выпрашивать сейчас у Запада, но мы вместо этого выпрашиваем непонятно что. Ну удары по территории, удар синий, ну вот ударили, что дальше. Война эта решилась ударами по российским объектам. Все решит пехота на поле боя. Что у нас с пехотой, можем поговорить отдельно, это большая тема. Поговорим еще, обязательно вернемся. Тут вопрос самый главный, я думаю, мы вообще способны предложить правила самостоятельно восстановления, привлечения инвестиций со всех стран мира, включая Китай и Индия, чтобы Запад там чего-то соглашался? Просто я не думаю, что… Мы способны на все, просто нужно разумно говорить, вносить разумные предложения, рациональные, показывать выгоды. Все в мире достигается через коммуникацию, кооперацию, через обмен. Надо коммуницировать и кооперироваться. Вопрос, по какому спектру вопросов? Вопросы сначала надо изучить, в чем заинтересованы партнеры, какой у них вариант, чего люди хотят, чего хотят люди со стороны Китая и Индии, и найти точки соприкосновения интереса и сказать, вот наш конкретный, предельно конкретный украинский план, мы гарантируем принятие решения парламентом, органами власти, работой, общественную поддержку, формирование общественного мнения и так далее. Оно сработает и через 5-10-7 мы будем иметь вот это, давайте жить дружно. Вот это план. Понимаете? Вот проектность, вот законодательство, которое будет принято, вот меры, вот способы формирования общественного мнения, вот все от спецслужб до Укрзалезницы получат задачи на реализацию всего этого. Тогда да, тогда да. А вот это вот типа напряжемся своей силой в борьбе, ну это не серьезно и не воспринимается как серьезно. Предложение Ники не глобальным Югом, не глобальным Западом. Они все заинтересованы и все не получают адекватной обратной связи с нашей страной. Связь, которую они получают от всех, элиты, общество, армия, высшее военно-политическое руководство, они считают неадекватным сложившемуся моменту и перспективам развития ситуации в мире. Неадекватным, вы слышите? Неадекватным. Они долго их считали неадекватными, им это смертельно надоело, особенно сейчас, когда все уже обо всем договорились. И когда начинается битье посуды на банкете с нашей стороны, ну Израиль тоже любит это поделать, они говорят, мы не одни такие, они говорят, что следующее что будет, ответ будет один — сокращение помощи. Всё. И смотрите, если вы не верите словам Арестовича и вон, ходящих мимо таксистов, то посмотрите на факты. Мы всегда указываем на факты. Наши все гипотезы имеют факты. Перенос юбилейного Рамштайна — это мероприятие, которое готовилось представительство больше пятидесяти глав держав. Это второй форум мира, по сути. Это огромное мероприятие, и там должно было быть совещание большой семёрки, даже большой двенадцатки по поводу дальнейшего послевоенного устройства в Европе, в том числе в отношении роли Украины и помощи. Но раз они не явились — это сигнал колоссального значения. Сигнал недовольства Украиной, просто такого фундаментального недовольства. Нами всеми, подчёркиваю. То есть это прямо как дипломатическая пощёчина всё-таки? Это хуже, чем пощёчина. Это подзатыльник, ляпас, то, что называется. Ребята, дальше будет хуже. И все эти отмазки про ураган, все, кто сейчас во Флориде знают, что нет никакого шестого уровня. И заранее было известно, что его не было. На твой взгляд, какие условия Запад мог бы разрешить для инвестиций Индии, Китая в Украину? Что это за переговорный трек вообще? Ну, первое — транзитные мощности, потому что Европа заинтересована в торговле с Западом. Логика какая? Британия и Штаты — державы, которые держат морскую торговлю. Две трети мировой торговли — это морская торговля. Глобальный юг сейчас на расширяющемся Бриксе, на разговорах о создании собственной системы, независимой от фиатных валют, то есть доллары и евро, они создают финансовые инструменты и как часть своей экономической системы большую. На Западе её называют «Монгольская империя-2», как угодно, там, назовите, и так далее. Не так важно. Важно, что ставка там на организацию и совершенствование системы сухопутной торговли в Евразии. А с кем торговать Востоку? Это тот же путь, который был великий шёлковый путь. Только индусы хотят проложить свой, китайцы — свой. И здесь ключевыми государствами выступают государства Центральной Азии, Ближнего Востока, Закавказье, Турция, Балканы и Украина. Украина как часть. Инвестиции, которые Советский Союз предпринял в инфраструктурные проекты, система портов морских и железных дорог, ни одна страна мира сегодня позволить себе не может. Потому что это сотни миллиардов долларов, которые вкладывались десятилетиями, и мы ещё держим эту систему, она ещё не развалилась. Поэтому столько разговоров о безопасности в Чёрном море, потому что это система перевалки, в которой и Россия заинтересована в том числе. Поэтому и чистили Чёрное море от российского военного присутствия. Они били горшки. И вкладывались морские дроны во всё это самое, потому что показывали, что это будет демилитаризованной зоной, где должна реализовываться быть торговля нормальная. И в этом коннекте заинтересованы Запад, Европа, по крайней мере, и заинтересованы Китайцы и Индия одновременно. Индия рассматривается как новый Китай. Поэтому до некоторой степени в этом заинтересованы Штаты, до некоторой степени в этом заинтересованы британцы. Есть о чём говорить. Мы как раз зона, где интересы глобального юга и Запада могут встретиться, несмотря на всю конфликтность этих интересов, потому что они живут в режиме «френами», то есть друзья и враги, «френами» одновременно. И это нормально. Нормально. Поэтому мы можем стать чем? Зоной встречи этих интересов. И нам готовы пойти на это, потому что это один из пунктов, по которым можно договориться. Ещё один пункт — это Израиль, его отношения со странами Ближнего Востока, потому что это тоже зоны, где безопасность Суэцкого канала и других вариантов очень сильно мир интересует. И мы две зоны, и мы, и Израиль, две зоны встреч глобального юга и Запада, это бесконфликтные зоны, где возможно сотрудничество и существование по правилам. Я буду менять позу периодически, потому что два часа рукой одну удерживать тяжеленный телефон с батареей — башковато. Но суть не в этом. Да. Так вот, фишка в том, что дополнительные батареи — фишка в том, что разумные люди увидели бы в этом всём потенциал и сразу принялись бы его реализовывать, потому что это крайне выгодная позиция, в которой мы находимся потенциально. разумные люди за пределами Украины уже видят этот потенциал и вносят соответствующие предложения. Мы не принимаем, а предложения, которые принимаем мы, носят конфронтационный характер против глобальной Ялты, которая де-факто уже сложилась, только до Юра не подписаны. И второе — размытый характер. То есть мы работаем против большой системы интересов крупных пяти геополитических игр. Как вы думаете, что нам за это будет? Ничего хорошего. Ну, можете только себе представить. Уточню ещё один момент. Из тех стран, которые ты упомянул — Турция, Центральная Азия — получается, что есть необходимость Украине консолидировать свою позицию с Тураном, фактически, то есть с Турцией, Азербайджаном. Всеми. Нормальная геополитическая игра предполагает работу со всеми. Европа, Британия, Штаты, Китай, Индия — Великий Туран. Не забываем Африку, не забываем Южную Америку. Если вы понимаете, в чём первая наша первоочередная… Вот если глобальный Юг, с кем нам там работать? Возьмите персональный состав группы, созданной Бразилием и Китаем, в ООН, которая называется «Друзья мира в Украине», как мы с тобой её обсуждали недельки три назад. Там прописаны государства, которые прямо заинтересованы в инвестициях в Украину. Ты можешь их перечислить, потому что я сейчас не могу в поиске быть, а ты можешь. Да, есть такие страны. «Друзья мира», «Друзья мира». 15 стран, это в частности… Они же не просто так «друзья». Ну, перечислили их, да. Да, Кения, Замбия, Мексика, Саудовская Аравия, Казахстан, Турция, Венгрия, Бразилия, Китай. И наблюдатели, Франция, кто ещё? В Швейцарии. В Швейцарии. Они не просто так. Если внимательно посмотреть, это глобальные деньги, глобальная инфраструктура, глобальное производство и глобальная агропромышленность. Те страны, ну и парочка стран, которые просто пошли туда, потому что их попросили, чтобы группа была попредставительной. Так вот, в основном африканские страны. Ну, видимо, и там есть какой-то интерес. Например, китайские инвестиции, поэтому китайцы есть арчиги. И вот государства, которые уже заинтересованы во вкладывании в Украину, непосредственно экономически заинтересованы. Большинство из них — это глобальный юг. Мы могли бы стать зоной согласования интересов наших партнёров из Запада, как часть, и глобального юга. Вместо этого мы бьём башки из теми, из теми. Это поведение обычно наказывается. Такого терпеть никто не может. Мир — это очень злое место, международная политика, как бы ни улыбались друг другу на официальных форумах и какие бы приятные вещи ни говорили для цитирования Твиттером и СМИ. Это место, где всё предельно жёстко. Поэтому мы с вами все подчёркиваем, ведём максимально бестолковую политику, и она будет иметь свои последствия. — Вот эту группу, если брать, друзья мира в Украине, друзья мира Украины, не знаю, в ООН, Китае, всё-таки большая инициатива международного характера. А что известно про наше взаимодействие с ней? Формальное, не знаю, неформальное? — Ничего, ничего. Не замолчали, ничего не сказали. Одна заметка — представительства нет, никто не разговаривает, никто не строгает. Глобальный юг — мы стали заложником, полем битвы между Западом и глобальным югом. Глобальный юг протягивает нам руку. И что делаем мы? В лучшем случае расторговка по частным интересам. Ну вот с Индией и так далее. А суммированно представить проект взаимодействия Запада и Юга? Ну, как-то не очень. Слушай, было же много информации в своё время, я даже гуглю, что Андрей Ермак прям занимался, занимался глобальным югом и прям делал упор, делал ставку, встречался с молодёжными лидерами стран глобального юга. А что сейчас, получается, это всё замерло? И если глобальный юг относительно нас создал инициативу, мы больше не идём ей навстречу? Во-первых, он не всесильный, Андрей Ермак. Правильно? Он не всё определяет государство, какие бы мифы про него не смогались. Во-вторых, он, думаю, не оставит своих инициатив, он очень трудоспособный человек в этом отношении и талантливый, но далеко не всё он. То есть далее это прямая воля президента Зеленского, получается? Президента Зеленского и других игроков, которые заинтересованы, например, наших крупных экспортных игроков. В сохранении схем, когда они откатывают экспорт от леса до руды и всего остального, откатывают в Европу, и ещё получают 29% НДС сверху, то есть доят бюджет. И они не заинтересованы в перестройке экономической системы, а ведь такое взаимодействие — это что? Это глобальная перестройка системы. Поэтому через систему лоббистов они подрывают или замалчивают всё-таки инициативы. Элиты, элиты, элиты. И политическая власть государства — это далеко ещё не всё. Даже по войне, когда у неё права главнокомандующих. Есть коллективная воля элит, есть коллективная воля народа, которая предпочитает топить себя, как котят в ведре очень мутной идеологии. И всё это они справедливо тут раздаются им с острым посерьгом. Они не обвиняют только Зеленского или Лернука. Они говорят чётко, как я сказал, высшее политическое руководство выдвигает нереалистичные планы, которые мы считаем нереалистичными. И это не Арестович говорит, это не таксисты. Вы прочитаете западную прессу. Она же прямо об этом пишет. Второе. Ваше военное руководство, которое неадекватно военную политику ведёт, и которое сколько ни инвестирует, всё равно без толку. Третье. Это ваши элиты и ваша масса, которые позволят себе роскошь обманываться. А здоровье? Что же мы с этим сделаем? Ну смотри, если брать западную прессу, пишется прямо шпигелем, например, что в Украине обсуждается завершение войны без полного отвоевания оккупированных территорий. Западные СМИ вновь пишут, что якобы рассматривается германская модель для Украины. Мы это разобрали же ведь с тобой, мне кажется, достаточно глубоко в прошлом эфире, когда ты сказал, что всё это ложь, это всё переговорные позиции, никакое НАТО нам не светит, никакая германская модель у нас не светит. Это даже если обсуждается, это просто ложная повестка, это псевдоповестка, нужно от неё отходить. Во-первых, существует псевдоповестка, она как бы нам вешают, чтобы мы были сговорчивы, вешают морковку НАТО, ЕС и так далее. Но фишка в чём? Что же до конца, по крайней мере, официально до конца не честны. Но надо понимать следующее, что у нас же тут же идут возражения. Тут же выходят какие-то спикеры, которые начинают рассказывать, что нет, этого не обсуждаются, спикеры НИДА, ещё кто-то. Да ничего такого и близко нет, мы не торгуем нашими территориями. Ответ здесь, на Западе, среди таксистов только один – невменяемый. Просто невменяемый. «В необучаемое стадо», они говорят. «Вы там необучаемое стадо». Вот они, когда видят эти реакции, говорят, абсолютно бессмысленное, необучаемое ничем… Как бы его… «Толпа». «Женерейшн», «поколение», да? «Поколение», они говорят. «Вы невменяемые, вы необучаемые». Это как бурбоны, которые после Наполеона вернулись, и про которых Толерант сказал, посмотрев, как они правят, что они ничего не забыли и ничему не научились. Вот это ровно про нас. Не хотите учиться, не хотите делать выводы наглядные. Мы будем учить тогда сокращать помощь. Ну, интересно, что вот эта история про вступление в НАТО, условно говоря, при замороженном конфликте, при оккупированных территориях, она начала проникать в общественное поле, скажем так, в блогеров, которые плюс-минус связаны в какой-то степени с позицией власти. Я не знаю, корректно ли я оцениваю то, что я хочу привести как пример диалога. Сергей Стерненко и Лачен. Два блогера, есть таких молодых у нас, думаю, ты знаешь их. Следующий диалог между ними был. Сергей спросил у Лаченкова, согласился ли Лаченков, если бы был президентом на сценарий при такой сложной ситуации. Мы останавливаем боевые действия, вступаем в НАТО и получаем гарантии. Лачен сказал, это подстава, такие вопросы задавать нельзя. А Стерненко согласится. Стерненко сказал, мне 30 лет нет по Конституции, я не могу быть президентом. Лачен сказал, а мне что есть? Стерненко, но если представим, что это случилось, что будет с нашей страной дальше, я не верю, что нас возьмут в НАТО по таким условиям, потому что это нашим партнерам, если война разморозится, придется воевать. А ты видишь, что наши партнеры к этому готовы. Я думаю, этот диалог очень показателен в оценке generation и того, как, наверное, конструируются нарративы для внутреннего обсуждения, для внутренней аудитории. То есть, с одной стороны… Стерненко – крысеныш, Лаченко – мамин пирожок. Это обслуживающий персонал, идеологический элит, подстилки, которые на копейке сидят. Зачем мы их обсуждаем? Давай обсуждать Си Цзиньпиня, Байдена и Путина. Вот это наш уровень, простите. Это кто такие? Но да, как диалог это показательно, потому что они же формируют общественное мнение в определенных групп. Собственно говоря, за это им и платят, как девочкам, за то, чтобы формировали определенное мнение. Это обслуживающий персонал антиэлит, которые взяли в заложники Украины. Ну, если мы еще начнем обслуживающий персонал, официантов обсуждать, то я не хочу, чтобы передача спускалась на такой уровень. Давай на уровне Си Цзиньпиня. Смотри, я про оценку внутреннего общественного мнения. Я смотрю, что есть разные мнения. Кто-то плюс-минус, кто должен быть связан с позицией власти, он просто тратит время для того, чтобы сказать, что то, что предлагают западные партнеры, это невозможно, мы им не верим. А есть люди, которые как минимум воюют, есть люди, участвующие в боевых действиях. Например, интервью командира батальона К-2, 54-й МБР, герой Украины Кирилла Вереса. Он, например, говорит о том, что я не вижу границ 1991 года. Я, говорит, не знаю, как это объяснить. Я сильно извинюсь, если это оказывается возможно. И так далее. Но я не вижу, на каких основаниях мы можем вообще мечтать про границы 1991 года. То есть, есть трезвое мнение, но его высказывают в основном исключительно люди, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям, либо же пытаются трезво оценивать боевую ситуацию. И есть люди, которые, ну, вроде как, могут трезво оценивать и могут даже получать команду оценивать это трезво, но при этом не делают этого. Мне кажется, вот этот контраст тоже очень важен. Всё очень просто. Смотрите, есть антиэлиты. Что такое антиэлиты? Вводим слова. Что такое антиэлиты? Элиты — это те, у которых есть проект развития, есть ресурсы на его осуществление. Есть массы, у них нет ни проекта развития, ни средств на осуществление, они жертвы из строительных материалов, как правило. Так устроен мир. Мир определяет ни строй политический, ни даже религия, социализм, ислам или ещё чего-нибудь. Определяется соотношение между элитами и массой. Есть бюрократия, которая в норме должна работать как аппарат, обеспечивающий проектность развития. А если антиэлиты захватили, а антиэлиты — это те, которые имеют доступ к ресурсам, грабят эти ресурсы, но не имеют проекта развития и только имитируют проект развития. Чтобы имитировать проект развития, надо создавать псевдо-среду. Чтобы была псевдо-среда, должны быть дилеры общественного мнения, которые за долю малую создают эту псевдо-среду, вводя народ в полный обман и иллюзию относительно реального положения вещей. Лаченков, Стерненко — это крысы, которые подбирают флег со стола элит, и которые получают от этого бюрократические преимущества, например, свободу от мобилизации, и копейку за долю частью в политической жизни — это обслуживающий персонал. Теперь у нас есть боевой комбат, который часть большой военно-бюрократической машины державы, и в отличие от них он находится на поле боя. И он прекрасно понимает. Он же говорит в начале этой фразы, он говорит, что, «Ребята, тут, я думаю, как свои позиции существующие удержать? Какие границы в 91-м году? А К-2 — один из лучших батальонов военщих». Он сейчас вот там разматывает второй день противников, как «Мама дорогая, 54-я бригада». Так вот, против этого дружный хор владельцев телеграм-каналов, всех этих самых, которых бегают, крошки подбирают и рассказывают нам про победы. Но только есть один нюанс. Пока комбат «Велес» убивается, чтобы защитить свои позиции, пока люди гибнут, чтобы удержать эти позиции, вот крысёныши все эти покупают десятую, двенадцатую, пятнадцатую квартиру на том, что они парят комбатом и парят мобилизованным, и парят всем остальным про границу 91-го года, про Северную Корею, про что они там парят, которая вот-вот придёт и поэтому дайте западную помощь, про план мира и про все эти великие вещи, которые должны всех обязательно победить и, конечно же, победить позицию крупных пяти игроков, которые вообще не хотят нас побеждать, и хотя с нами договорятся. А теперь внимание, товарищи зрители, ваше персональное решение и ваша персональная ответственность заключается в том, кого вы слушаете — крыс? или комбатов? Всё очень просто — выбирайте. А когда вы выберете или откажетесь от выбора, ответственность падёт на вас, и именно на неё указывают эксисты. Уже не элиты будут виноваты, не обслуга элитная будет виновата, которая не элитная, а антиэлитная, которая помогает им грабить страну и получает крохи за столазы. А будете виноваты персонально вы, которые выбрали им верить, лайкать и поддерживать соответствующий тренд идеологически либо внутренним согласием, даже молчаливым согласием. Вот и всё. И жаловаться будет ненавыка. Когда вас посадят в бусик и убьют в посадке, пусть даже вы попадёте к Вересу, который будет вас максимально разумно применять, но он же в этом интервью сказал следующее. Да, поход в армию — это очень похоже на смерть. Я не могу гарантировать, что ты не умрёшь. Как бы, да? Даже я — комбат, который старается применять людей максимально точно и с сохранением житя. Потому что что такое нынешняя мобилизация? «Три недели смерти» — это его слова, я прямо цитирую. Там невидимыми чернилами написано, так как применяют армию. А Лаченков купит пятнадцатую квартиру, а Стерненко — ещё одни часы, которые они по глупости своей вываливают в интернет. Вся их-вся их межпуха. Вы этого хотите? Вы реально хотите поддерживать этот тренд и эту систему? У меня вопрос к зрителям. Ну, жизнь вам укажет на то, что это был ложный выбор, хотя бы до некоторой степени. Да, Верес прямо сказал… Кому укажет в посадке, да? Кому в посадке укажут, когда вы там умрёте? Кому укажут, когда вы поймёте, что ваша жизнь и ваша жизнь, ваших детей и страна прекрасная и могучая, смета в унитаз, где это всё преобразовали в пачки других документов? Смотрите, народ, если глава МСЕК, задрыпанного МСЕК провинциального, на шести миллионов долларов валяется, можете представить, о каких суммах ходит речь в других местах, на уровне министров и так далее. Это ваши деньги. А ваши деньги там… А вы живёте на двести долларов и умираете в посадках. И ваши деньги там соглашаетесь жить. Живёте субпродукты, продолжительность жизни украинского мужчины 64-65 лет, одна из самых низких в мире и так далее. Поэтому всё это, ваша проеденная пропитая печень, ваша просранная жизнь, укладывается в пачки этих денег, они переводят их в недвижимость и прочие активы, здесь, в Европе и так далее. А вам в этой системе отведена роль умереть, и вы с этим… или очень плохо жить, вам и вашим детям. Их дети будут учиться в Оксфордах, а ваши дети… и жить на западе. А ваши дети будут тут заходить на переменах, запретом говорить на родном языке. И вы поддерживаете эту систему, она стоит на вашем прямом молчаливом согласии. или немолчаливой прямой поддержке. И не надо путать дело защиты Украины и защиты системы. Повторюсь, Украина – это коровка, которую мы все очень любим, а система – это спрут, который жрёт из неё, впился и пьёт все соки. И вся эта деятельность всех этих Лаченковых, Сестерненок и прочей идеологической обслуги, Портниковых, Евгенов Диких и прочей этой всей смазки, она существует только для того, чтобы вы не научились различать корову из прута. Украину, которую мы все любим и хотим защищать, и систему, которая её доит. А наша задача – чтобы вы научились различать, и мы предоставляем для вас все возможности. И не говорите, что вы не слышите. На любом эволюционном уровне человек может быть неграмотой, обманутой, ошуканной и так далее, и ему всегда жизнь шлёт все знаки, и он несёт персональную ответственность за то, что он их захотел рассмотреть или не захотел. Вот и всё. И в ближайшее время, в ближайшие полгодика до апреля вы сумеете в этом убедиться нагляднейшим образом. Осталось, чтобы вы ещё поумнели на катастрофе, которая нас всех ждёт, моральная прежде всего, потому что мы будем страной, проигравшей войну. Но как это, со всеми нашими подпрыгиваниями, записывания себя в воины света, как спасители Европы и так далее, и так далее. Но я не уверен, честно говоря, и никто здесь не уверен, что и этой катастрофы хватит, чтобы мы поумнели. Так далеко всё зашло. Поэтому вы выбираете, кому верить. Вы несёте за это ответственность. Мне кажется, очень важно процитировать полностью то, что сказал Верес, то, что ты упомянул относительно нашего социального контракта сегодня, относительно мобилизации. Вопрос звучал так. Что пошло не так с мобилизацией, и что нам нужно изменить в подходах? Я обратил внимание, что в этом моменте Верес секунд на пять, наверное, завис. И он потом выдохнул и сказал, ладно, скажу как есть. У нас под контрактом написано невидимым шрифтом «Пойди и умри за три недели». Люди согласны убивать, а не умирать. Если он сейчас сидит и думает, пойду на войну, выживу – это одно. Все идут. Я иду, и люди у меня идут. И строят планы через два дня. Это значит, что они не собираются умирать. Если ты идёшь и собираешься умереть, или тебе остаётся умереть, я понимаю, почему люди не сильно хотят идти. У нас сейчас сохранение личной жизни – это главный тренд личного состава. Только между делать и говорить есть большая разница. Это разные вещи, он говорит. У нас товарищ Портников, давай уже, если мы пошли по месседжам, которые закидывает идеологическая обслуга. Товарищ Портников закинул на этой недельке, что у нас отношение к солдату должно быть такое же, как в России, если мы хотим больше. Да, цены жизни. Смотрите, среди них прорывается. Да. От них прорывается. Только за сегодня крупные четыре цитата я пост написал соответствующий от этих говорящих головок, потому что они понимают, что как бы наступил кризисный момент. Вы понимаете, что в Украине происходит? И это все понимают, кто непредвзято смотрит на ситуацию, что в Украине массы начинают отказывать элитам и элитной обслуге, антиэлитам в своей поддержке. Сегодня Фидиенко, депутат, да, говорит, 6 миллионов мужчин не стали у нас на воинский учет. Половина взрослого мужского населения Украины. 50% мужчин отказали им в поддержке. Вы что, считаете, что 6 миллионов трусов в стране? Реально так считаете? Или как? Они могли бы стать все отличными бойцами и стали бы на защиту Родины, если бы было что защищать. Если бы был проект развития, а не антипроект проедания их и будущих детей. Потому что он жрет мясо человеческое. У нас много рассказывают, какой ужасный был голодомор. 6 миллионов погибших, 9 миллионов погибших. А на сколько сократилось население Украины с 1991 года? Эта антисистема в буквальном смысле жрет человеческое мясо, ваше мясо. Сколько можно это поддерживать? Скажите мне, пожалуйста. И не путайте защиту Украины на поле боя. Потому что никто не хочет, чтобы сюда пришел Путин. Никто в трезвом уме не может туда выходить. И защиту антисистемы — это разные вещи. И пока вы слушаете элитную обслугу, пока вы им верите и лайкаете, вы будете полной ложкой проедать свою собственную жизнь. Мы жрали своих детей в 1933 году, вы жрёте сейчас самих себя и будущее своих детей, и будете жрать. Вы бестолковые и не хотите принимать решения, смотреть трезво. Мы ничем не можем вам помочь, кроме еженедельных передач, в которых мы разъясняем, как реально обстоят дела. Что за занавесы псевдореальности, которые вам создают, и которые вы лайкаете, существует другая реальность, настоящая. И она совершенно другая. И в этой реальности вы, в частности, могли бы быть свободными гражданами, принимающими решения, а не зашуганными несчастными существами, которые пишут мне в комментариях, «А что мы можем сделать?» Не смотрите, не лайкайте, как минимум, эту элитную обслугу. Вот и всё. Полайкайте лучше девочек из экспорта в этом самом, в соцсетях, и то больше пользы, они хотя бы красивые. Потому что это точно такой же эскорт, только идеологический. Вот и всё. Так, по поводу Фидиенко, которого ты упомянул, прям очень-очень к месту, а ведь это же его помощником является Александр Дмитриев, под позывным якобы тихоход, который приехал командовать, непонятно на каких основаниях, целым подразделением «Асгард». Я думаю, ты видел публичное обращение бойцов «Асгарда». «Асгард» тоже считается одним из, скажем, ну, таких очень боеспособных как бы подразделений, которые намолотили огромное количество техники врага. Вот же пример реальности, реальной, куда человек приезжает в армию без какого-либо звания, без какого-либо, ну, командного статуса, чего он вдруг приезжает, как цивильный госслужащий, как помощник на каких-то общественных началах какого-то руководителя в армии, но у него нету права командовать ими, а он ими командует. Как вообще это понять, эту реальность? Смотри, тут как бы есть такой хороший фильм, я им всем рекомендовал, «Монзунд» называется. Так как? «Монзунд» — пролив такой есть в Балтийском море про оборону 17-го, 16-го, 17-го года, 18-го оборону, 16-го, 17-го оборону Петрограда тогда. Там судьба офицера, который такой настоящий офицер, белая кость, на фоне всех этих балтийских матросов и политических потрясений. Так вот, очень чётко там, всё как там, так и сейчас. Проблема армии в том, что туда пришло много активистов. Активисты — это балтийские матросы, которые всё хотят поменять. И у них же, когда они кричат, что они страшно боеспособны, это правда, они часто боеспособны, но они не понимают, что когда… и много техники набили, и всякое такое прочее, и герои-перегерои, но когда они кричат, что давайте нафиг уставы, уставы — это совок, и давайте нафиг звание, потому что дружекомандир, они не понимают, что они открывают ворота вот таким вот тихоходом, которые приезжают, их там едва ли не отсасывать заставляют, простите, понимаете, да? Потому что он спонсор, он решает. А реально любой кадровый офицер нормальный знает, что даже в мирное время попасть на территорию воинской части существует ряд очень конкретных материальных и законодательных ограничений. Это невозможно сделать. А уж в военное время нормальная воинская часть, что посредством связи, что нормальное подразделение, что физическая явка на место, какой бы он спонсор, принцессор, не был, этого клоуна можно пристрелить там просто, написать три бумаги и закрыть вопрос. Какой-то лошара гражданский, меня военного, воюющего, блин, родину защищающего, добьющего вражескую технику, будет мне рассказывать, что можно, что нельзя, а я иду за публичной поддержкой, потому что сам не в состоянии с этим справиться? Ребята, это от незнания воинских уставов. Если бы вы их читали, они кричали, что вы носа воп, и никто так зараз не воюет, вы бы знали, как его совершенно по закону, а воинские уставы — это закон Украины, у них этот статус, их принимает Верховная Рада, как его остановить, и комар бы носа не подточил, вы бы знали, как его пристрелить, и комар бы носа не подточил. Или, по крайней мере, положить и заставить часов в 12 пролежать где-то где-нибудь там мордой в пыль, пока вы выясняете личность цивильной особой, как она могла себе проникнуть до территории растошевания вельского участка или подразделения. Поэтому, конечно, я сочувствую Асгарду, замечательные ребята, я их лично не знаю, они, наверное, какую-то технику там подбивали, но для меня этот выход в публичное пространство — это такой лоходрон, честно говоря, вот при всём уважении к вам, ребята из Асгарда если вы не слушаете, другие военные, почитайте устав. Это то, что, если уже вы одели погоны, даже если вы не кадровые военные, одели форму, они определяют вашу жизнь. Поступайте по закону. Закон даёт вам право этих лохов не то что от колена ломать в ответ, а просто-напросто пристрелить по месту, когда он там где-то подпрыгнул дважды, не криво посмотрел в вашу сторону. Полностью будет на вашей стороне. Ну и что вы это терпите? Тому что совок? Тому что уставы непотребно читать? Это кто вам после этого лекарь? Бегайте за общественной поддержкой Facebook. И вот это симптом очень тяжёлой болезни. Потому что армия пытается управляться через Facebook, организовываться через Facebook. Понимаешь, да? Вместо чтобы организовываться согласно своим руководящим документам. Правда и кадровые нынче такие, которые этого не знают, и тоже позволяют с собой такое обращение, но у них хоть как-то понимание есть, что на территорию воинской части можно не пустить. Понимаешь? Вот и всё. Поэтому с одной стороны я им сочувствую, с другой стороны я понимаю, что когда вы ноете в Facebook про общественную поддержку, ребята, ну это же оборотная сторона вашего активизма. И теперь хавайте её полной ложкой. Мы, конечно, вас и морально поддерживаем, но вы скушаете. И это тоже отличный случай прямой ответственности. А не кричали бы, что уставы — это совок, изучали бы, как жизнь по уставам, и поняли бы, что вы можете делать с такими кричащими, приезжающими, и руководящими кадрами. Хоть он чей там советник, хоть командующий находитесь, хоть кого угодно, да и всё. Часовой пристрелил бы его нахер за незнание пароля. И на этом всё. Всё. Только когда будете стрелять, не забудьте, первую очередь, воздух, потому что патроны, которые попадут в тело, они должны быть в смазке. Вот и всё. Было видно, что вы давали предупредительную очередь. Всё, что вам требуется, чтобы вы были героями. Ещё десять суток отпуска получите за незанесение корольной службы. Правильно. Какие страшные советы ты даёшь, Алексей Николаевич. Это не советы, это написано в устали. Горнизоны и корольной службы. Стрелять почему? Просто я его знаю, а они не знают, конечно. Там часовой обязан сделать предупредительную очередь. Очередь, выстрел, воздух. Сначала патроны, первые в магазине, идут с маски, которые со ствола чистили, он с маски. И поэтому нужно что? Чтобы они ушли гарантированно в воздух, когда экспертиза установит, что в него попали патроны без маски, то что явно воздух стреляет перед этим. Будет осмотр места происшествия, гильзы, где лежали, как кричали. У нас здесь перепугу сразу стреляют нарушители, или потому что отпуск хотят. А всегда надо стрельнуть в ней. Вот и всё. Ну, надо сказать, что мы не призываем же никого, как это... Не, мы, конечно, не призываем, мы вслух рассуждаем, как это могло бы быть. Да. Не-не-не, все по закону. Но могло бы, может быть по-всякому. Я тебе могу рассказать случай. Мой однокурсник стоял в карауле молодым лейтенантом, и что-то его там трахнул, проверяющий, забил партак на территории. Это был там глухие 98-й год и так далее. И он сказал, что этот самый, что... Так, ребятки, ну-ка берём венечки, начинаем убирать территорию перед сдачей карулы. Это целое... Целое такое... Эквилибристика в армии. Правильно принять и сдать карулу. По принципу, проверяющий нашёл 18 этих самых недостатков на лопате, которые на пожарном щите. Тогда начальник карула выбрасывает лопату, говорит, пиши один недостаток, отсутствует лопату. Понимаешь, да? И дембеля какие-то сказали, лейтенант, иди нахер зима, мы не будем убирать. Он сказал, окей, я понял, выходим строиться, все вышли на площадку перед корольным помещением. Он одел фуражку при полной форме, вызвал его из строя этого солдата и сказал, я вам приказываю взять веник и подметать территорию. А солдат сказал, я не буду этого делать. Он сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом застрелил этого солдата. Потому что караул — это выполнение боевой задачи в мирное время, и там действует по закону немножко другое законодательство. Он был полностью оправдан и единственное, что его перевели в другую воинскую часть. Все. Так это работает, когда вы знаете Совковий уставы. А теперь кто вам лекарь, дядя? Плачьте в Фейсбуке, рассказывайте, как все плохо, как вам не дают воевать. Вы же книжки не читаете, умные, правильно? Армия для вас совок, уставы совок, порядок, как это, определенным законодательством совок. Ну, так не удивляйтесь, что вас потом трахают всякие техходы, а потом проиграете войну. Сколько бы вы там техники не набили. Все. Это очень простой месседж. Очень доступный и понятный. Хотя, конечно, мы вам зачастливы. Слушай, ну, это же тоже странно, как бы, когда приказ может касаться любого, чего угодно, да, как бы, и если ты его не выполняешь, если он, например, противоречит тому же уставу, а ты его все равно не выполняешь, что ты должен, что делать? В армии все это предусмотрено очень четко. Так ты выполняешь приказ, а потом его обжалуешь. В здоровье. А тысячу способов не выполнять приказов написано в том же уставе между строк. Просто их надо знать. Я знаю, я кадров. А они активисты, которые пришли там дрончики запускать, надели форму. Ну, у них есть свои достоинства, есть свои недостатки. Напишите мне, я расскажу, что можно сделать в этой ситуации. Только задаю вопрос, вы сможете это выполнять или нет? С системой, чтобы бодаться, ее же надо знать. Мы лучше, чем знаем. Нам объяснили на первом курсе. К концу первого курса, молодые люди, вы должны знать все уставы лучше, чем полковники. И начиная со второго курса, когда нам полковники нас тормозили и говорили, а ну-ка, сынок, сделай вот это вот, мы говорили, я противоречу уставам. Пункт такой-то, в таком-то месте. И полковники затыкались, потому что деваться им было некуда. Ссылка на устав идёт. Первое, что делает разумный человек, попадая в любую систему, изучает руководящие документы. Первое, что делает активист, приходя в систему, начинает отрицать руководящие. Ну что ж с тобой, потом ты становишься активом в плохом смысле этого слова. Так бывает. Мне их не жалко. Я им сочувствую, но мне их не жалко. Если бы какой-то гражданский лох на меня криво посмотрел в моей воинской части, я знаю устав и знаю, что говорить в прокуратуре. И поем нужно. А это же война. Всякое может случиться. Уточню ситуацию про молодых курсантов. Вот, допустим, ты, окей, остановил тебя полковник, сказал, давай, сынок, выполняй приказ, ты говоришь о том, что вот устав пункт такой-то, он, значит, не знает этого устава, он повторяет свой приказ. Он говорит, предупредительный выстрел. Устав... Ты говоришь, внимание, вы не являетесь моим прямым начальником. Непосредственный начальник, командир взвода или командир отделения отдал мне другой приказ, который я спешу выполнять. Что по уставу должен сделать полковник? Найти моего начальника и объяснить ему, почему я должен прервать выполнение его распоряжения или приказа и начать выполнять новое. Но мой начальник тоже может послать его нахер, особенно, если это не прямой начальник, а какой-нибудь зам по тылу или зам по МПС факультета и так далее, и так далее. Чего и делали нормальные лейтенанты. Камышников посылался их просто нахер всех. Да и всё. И всё. Я ничего не должен с этим делать. Я должен сказать, у меня приказ идти в библиотеку и смотреть на библиотеку, что красиво. Приказ командира взвода. Он должен найти командира взвода, установить, так ли это, и долго объяснять, почему этот приказ не должен быть в этом. А я должен выполнять другой. Как ты думаешь, он будет это делать и где он меня будет искать и меня и командира взвода? А когда он мне говорит вопрос, а где твой командир взвода? Я говорю, я не знаю, я не отвечаю за него, он мой командир, не я его. Он отвечает за то, где я, но я не отвечаю за то, где он. Ищите, товарищ полковник. Да. Окей. Вернёмся снова к повестке, связанной с нашим планом победы. Подоляк Михаил выступил с большим заявлением. Оно кратко звучит, как Россия не добивается значительных успехов на фронте, истощение РФ уже очевидно. Сегодня у нас есть все инструменты, чтобы заставить её проиграть. С заголовком Die Welt это звучит, как Украина имеет математически обоснованную модель победы над Россией. Ну, вот эта вот математическая казуистика, я не знаю, снова таки, я же не военный аналитик, не учёный от военного искусства. Наверняка тебе известны формулы математически обоснованной модели? Да, мне известны математические формулы, и мне известно, что эти формулы не соответствуют действительности. Точнее не они, а как их применяют. Потому что, например, у нас, когда написано батальон на подразделении, оно считается как батальон, зона ответственности нарезается как батальон, а в нём может быть 12 человек. И это одна из самых слабостей классической советской военной школы, когда подразделение считается подразделением, если там есть комбат и его хромой заместитель. Понимаешь, да? Всё, оно считается батальоном. Другое дело, что если считать коэффициенты боевой эффективности, это батальон, который надо выводить на восстановление или переформирование. Но про это забывают. Я не знаю, какие у Миши там математические эти самые, и может ли Миша считать, и кому он верит, кто ему посчитал, но я могу сказать следующее, что зачем же вы тогда кричите про страшную опасность от Северной Кореи, если у вас есть все шансы победить Россию? Тут или есть все шансы победить, или Северная Корея — ужас, ужас, и всё, надо мадрушить фронт, давайте срочно западную помощь. Какие там математические расчёты? Нам США передают все F-35 сюда или К? Или наносят ядерный удар по Китае, Северной Корее, России и Ирану одновременно? Какая? Покажите математику. Вы же говорите про математику — покажите математику. Но они же следом заявляют, что президент представит в общих чертах без обоснования этих данных, обоснования страшно секретные. Ну, это сказки, их можно запарить Лачену, и дать ему трёшку долларов, чтобы он погонял их по этому самому, по публикациям. Нам-то чего их парить? Понимаете? И самое главное — нам-то ладно, кто мы такие? А вот с западным партнёром, вы думаете, эта хрень пройдёт или как? Все эти математические расчёты про страшную победу. Или им тоже не показывали в силу их великой секретности? А если их показывали, то почему они пишут в своих СМИ, что, как это, план расплывчатый и не содержит конкретики? И если вы их показывали, зачем же они перенесли и отменили Рамштайн? Что там за математика такая? Проверяют цифры, наверное, сейчас прямо? Наверное, сидят цифры, проверяют, потом встретимся. Сейчас цифры проверим. Это всё эти сказки Венского леса. Я сочувствую Михаилу, который очень хороший человек, я к нему очень по-чински хорошо отношусь, который вынужден обслуживать этим, конструировать и обслуживать от себя эти месседжи. Чисто антисистемно, против народа, против Украины. Ну, буквально, создание псевдореальности, которая нас разрушает. Ну, каждый выбрал свою дорогу. Я оттуда вовремя ушёл, чтобы этим не заниматься. Он продолжает подсвечивать. Бог ему сумел. Давай чётко его цитаты разберём. План Победы – это конкретное средство достижения этой цели – принудить Россию к честному переговорному процессу. Чётко сформулированное, математически обоснованное, с чётким определением того, что можно сделать. Это не теория, а практика, и базируется на анализе того, что мы делаем в районе Курска или что мы делаем с дальними ударами. Почему это не может быть? Давай попросим Мишу. Вот открытое обращение. Миша, назови коэффициент боевой эффективности механизированного батальона в обороне. Можешь назвать? Например, ПТУР. Давай даже упростим задачу. Не по всем показателям, а просто противотанковый ракетный комплекс. Какой у него коэффициент эффективности при наступлении противника на заранее подготовленную оборону нашу? Сужают до максимума. Ну-ка, назови циферку. Никак. О какой математическом обосновании мы говорим? Или повторяем чужие слова для человека, отвечающего за информационную политику Офиса Президента. Это слишком легковесная политика, чужие слова непроверенно повторяем. Либо назови коэффициента. Я могу назвать, ты можешь? Может, это и не требуется. Может, требуется общий замысел, какая-то математика другого порядка. Может, он и требуется. Зачем же он говорит про математическое обоснование? Тогда не говори. Всё же очень просто. Я все свои слова подкрепляю либо логическими фактами. Факты делятся на фактические и логические. Фактические — это те, которые подтверждены заявлениями, цифрами и так далее. Я всегда под все свои конструкции подвожу действия заявления сторон. Либо логические факты, которые с неизбежностью по правилу исключения третьего вытекают из того, что получается. С неизбежностью. Потому что правила исключения третьего, открытые Аристотелем, звучит так. Если есть какое-то возможное объяснение, пять объяснений, только одно из них верно, а остальные неверные, и двойная ситуация невозможна. Поэтому я опираюсь на факты и логические факты. Какие бы длинные конструкции я ни строил, карточные домики, они всегда у меня подтверждены на каждом этапе. И я бы никогда не сказал слово «математический», если бы у меня не было математики. Понимаешь, да? Они говорят математическое, кто тебя тянул за язык. Назови коэффициент эффективности ПТРК или танка, или стрелкового оружия в обороне. Простейшее. Это первое, что зубрят на втором занятии по тактике, на первом курсе военного училища. Ну-ка, кто там как математические обоснования? Можно еще один вариант. Посмотрите на карту Дипстейта. Там очень хорошо видно, как мы математически побеждаем Россию, за два года не освободив ни одного населенного пункта. На секундочку. И что с левым флангом на Курщине происходит? Что происходит в направлении на Купинск, когда возле Боровой уже россияне почти дошли несколько сотен метров до этого самого, до Оскола, рассечив нашу группировку пополам? Что происходит на Белогоровке, на Северском направлении атаки, на Часовьеру? Что на Запорожье произошло позавчера? Под Старомайорском. А давайте сразу разберем. Давайте математическое обоснование. Давай на карту перейдем, потому что с математикой уже сильно все понятно. Куда мы идем? Значит, давайте так. У противника есть оперативные резервы, накопленные за то время, пока мы рассказывали, что у него нет стратегических. Общая их численность до 100 тысяч подготовленного резерва. Они сейчас предприняли стратегическое наступление. Почему стратегическое? Потому что оно с размахом фронта, который стратегический. От запорожского направления до, считайте, Курского. А то, что оно происходит отдельными пехотными механизированными группами, часто численностью меньше, чем взвод или рота, это ничего не означает. Сейчас такой характер войны при имеющихся силах и средствах, погодных условиях и так далее, и так далее. Но это наступление сразу на пяти оперативных направлениях. Часовьяр, Торецк, Кураховское направление, там на Селидово жопа, там они поперли, да, как это, там на Часовьяр снова везде активизировались. Торецк понятно, Покровск понятно, Курск и так далее, Харьков. Пока там только никто не наступает, но еще посмотрим с их стороны. И мы должны что-то сделать с этим стратегическим наступлением. Останавливать его нечем. Нечем его останавливать. Фронт трещит, фронт посыпется. И, как всегда, я был более оптимистичен, когда рассказывал про 3-4 месяца. Думаю, он завалится за полтора, за два, если так дальше будет продолжаться. Потому что массы саботируют мобилизацию, а мобилизованные силой затащенные саботируют участие в боевых действиях. Конечно, отдельные бригады держат, стоят и даже контрнаступает, но в целом все очень плохо. Так что там с математическим расчетом? Еще раз хочется спросить. Да-да-да, видите, до водички дошли, рассыпали группировочку пополам, цель, о которой мечтает любой толководец. Что там с математическим? Куда там математические расчеты? Вы посчитали, где вы кокс будете брать, когда уникальная шахта коксующего угля под Покровском попадет в российские этисы? Вы понимаете, что российское наступление идет по залежам наших полезных ископаемых типа лития и идет по захвату основных промышленных районов наших, которые позволяют это все переработать? Что из нас превращают в аграрную недодержаву, а сама Россия индустриализируется, захватывая наши территории и приобретает дополнительное население? Вот этот расчет экономический вы производили? Или как так получилось, что левый фланг на Курщине провален так, что дронщиков пленных, раздетых до трусов, расстреляли? Вы представляете, какой бардак должен быть, если дронщик, который применяет свое вооружение ну минимум с километров в глубину от передовых позиций, попал в окружение и в плен? Какой там драп был на этой Курщине? Математически рассчитан? Что вы там рассчитали, друзья мои, кроме снижения призывного возраста? Или рассказа Портникова, что нам скоро женщины будут призывать? Ну-ка покажите нам эти расчеты, хотя бы намек на эти расчеты. Или не произносите слово математическое. Здесь как бы… Ну ладно, вы нас попытаетесь оболванить. Население, которое всего этого не знает и кивает, как бы, да? И которое мы спасаем от этой псевдоглупости. Вы партнеров хотите обмануть? Они вам ответили переносом Рамштайна. Что дальше? Сокращение помощи. Сокращение помощи. Чем вы будете останавливать это наступление? Чем, скажите? Всё же хуже и хуже с каждым днём. Дип-стейт – это чётко. Там парни разные идеологические окраски, я не разделяю их идеологию, но по карте они рисуют очень чётко. Посмотрите, что там происходит. К сводку каждого вечера. Потеряно столько-то населённых пунктов. Это про что? Про остановку и победу над Россией или как? Математического рассчитывания, математического рассчитывания. Так, ты сказал важную вещь, мне кажется, стоит уточнить. Ты сказал, что теперь прогнозы твои изменились относительно провала фронтов не 3-4 месяца, а 1,5. Как, на твой взгляд, это будет происходить в течение следующих полутора месяцев? Смотрите, сейчас идёт очень плохая погода. Что такое плохая погода? Это значит, когда средства воздушной разведки нападения, читайте дроны, начинают, и надземное наблюдение начинают испытывать проблемы с фиксацией противника, пробирающегося в тайну. Противник методом тыка, он посылает людские волны, группы, обнаруживает слабые места или слабые позиции, заходит между ними и начинает пресекать главное, занимается изоляцией театра. То, что делают россияне, когда они лупят по Сумской области, они изолируют Сумскую область и тыловой район нашей Курской операции. Они её изолируют. Кошмарик. Что делают это? Первое условие — это изоляция боевых действий, когда мосты валят и так далее. Но маленькую отдельную позицию, даже отдельного бойца тоже можно изолировать. Он сидит в окопе, ему надо доставить. Даже если он героически стоит, не сдаётся. А таких много. Не вся армия далеко бежит. Многие очень успешно воют. Тот же Верес и многие-многие друзья и другие соратники на разных участках фронта. Так вот, когда ему нужно доставить туда, из тыла, вытащить раненого, принести боепитание, батареи к рациям, водичку и так далее, замену осуществить, то противник, просочившийся в тыл, режет коммуникации, просто расстреливая тех, кто пытается идти с позиции туда, раненых выносит либо заносить или ротироваться на позицию. И они это делают даже засветло в нынешних условиях, вот месяц назад существовавших идеальной погодной. А уж прикиньте, как в дождь и туман это прикольно делать. Тебя же вообще никто не видит, ты безнаказанно можешь идти. Да. Россияне подвешивали один дрон, давали бойцу бойцу, и дрон вёл бойца в место, где там, в подвальчике какой-то спрятаться, и стрелять по ножкам тех, кто проходит мимо бойцу. И это представляло колоссальную проблему. Ротация пополнения. Так вот, сейчас они начнут просачиваться, а это фирменная фишка красной армии, гораздо эффективнее, чем было до сих пор. А поскольку выбить их можно только пехотой, которая подготовлена не хуже старой батальонной разведки, и которая умеет внезапные контратаки производить, извините, блатное слово, кинжальный употреблю, кинжальный, огонь устраивать там, короче, обладает уровнем подготовки, который позволяет малыми группами действовать резко, дерзко, быстро, решительно. Такой пехоты нет. 56-летний дядя, который туда гонят, точно не продержит быстроту и решительность. А даже если про дерзкость и решительность, то уже не про быстроту. И вот они сейчас начнут просачивание, и наш тыл, наш передний край начнет валиться, что оппозиция будет попадать в изоляцию и в уничтожение. Вот и всё. И скорость сдачи в плен либо отказа к выполнению задач, как недавно произошло на Запорожском направлении, все военные это знают. Я не буду говорить, где и кто, пока оно в открытую не всплывет. Это просто ещё, как недавно было под Углидаром, когда 72-я вышла, а 123-й бригада ни за что. Таких случаев будет множество. На фронте начнут возникать маленькие лакуны, потом большие лакуны, потому что кто-то отказывается выполнять или кто-то драпит. И даже самые героические подразделения, которые стоят и не двигаются с 24 февраля, будут попадать в окружение. Их Россия просто затопит пехотной массой. А обнаруженную позицию закидают гранатами, забьют ФПВ, застрелят в артиллерии, даже если там герои стоят и не движутся. Потому что она не сможет артироваться, они рано или поздно кончатся в боеприпасах. И это будет обвально происходить всё чаще и чаще, больше и больше, потому что бузифицированные люди не хотят выполнять задачу, даже если его силой доставить до этой позиции и вручить им автомат. Просто тупо отказываются. Полно случаев, когда двое каких-то, блядь, оборванцев российских берут в плен 16 наших бойцов, лежавших калачиком на дне окопа либо в блиндаже, отказывающихся сопротивляться. Знаешь, что мне больше всего обидно в этой истории? Что, бляха, нас победят не Суньзы и не Александр Македонский, и не Наполеон нас победил. Нас победят Гиви и Моторолла. Сука, эти ёбаные обсосы, блядь, извините, поставьте меня, на которых, блядь, козюлю надо вытереть, блядь, и всё. Простите меня за этот самый переход на армейский сленг. Вы вот такие чистые да гордые воины света, вы реально хотите проиграть этим Гиви и Мотороллам этой, бляха, социальным отбросам, которые прут с Востока на вас? Так на хрена вы всё это поддерживаете, эти практики? Зачем вы их защищаете? Их разоблачать надо и говорить, что надо менять всю систему. И это вполне можно сделать без всякого Майдана, и не надо тут приписывать призывы свергать власть. Это просто нужно давать качественную обратную связь, хотя бы врать перестать в боевых донесениях с места. Вы же все боитесь врёте, потому что вас там снимают. Только в двух оту не врут по всей линии фронта в 1700 км. Все остальные враньё прямое докладывают, потому что знают, что их снимут. Ну так сбунтуйтесь все вместе на уровне комбатов и комбригов. Итальянскую забастовку устроите. Всё же можно делать. Кто вас учил? Читали ли вы эти уставы? Есть ли у вас совесть? Хочется спросить. И вы, народ, тоже. Выбирайте кого слушать. И всё. Всё очень просто. Наших бойцов берут в плен и массово расстреливают. Десятка. Всякие бляха-псосы. Апсосы — социально деклассированные элементы. Мусор, который придёт с востока, которых понанимали на эти деньги. Вы хотите, чтобы вас в затылок голову пристрелил в одних трусах? Про какую честь, достоинство и свободу любви в украинский народ и дамы рассказывали? И кто это всё сделал? Это сделала антисистема. Она поставила нас в условия, когда нас расстреливают Моторолы. Или забыли, как Моторола кормил погонами украинского подполковника? Олега Кузьминых, когда взяли дамы. Вы хотите этого? Это происходит. Так где ваше достоинство? Где революция достоинства? Расскажите. Достойники. Недостойники. Недостойники. Да, при этом же у нас явно интересные вещи происходят относительно концерта Вакарчука, где облава пришла ТЦК. И потом, вроде как в обеспечении информационного этой облавы, ещё ряд просто облав по регионам, где-то в ресторанах, в спортклубах. Ну, в ресторанах откупятся все эти смешные дяденьки с пузиками, да, и в джемперах Лакоста, и с барсетками. А вот то, что музыкантов двух групп на Харьковщине после концерта прямо на концерте обилетили и послали на фронт, дали повестки, вот это уже другое дело. Но антисистема, что вы хотите, она блокирует экономическую активность, она выставляет идиотами артистов, того же Вакарчука. Потому что начинается массовая сдача билетов, да, и прочее, прочее. Все сыпятся и всех всё ломается. Убивается малый бизнес, вводятся в дополнительные налоги, потому что Лаченков купит семнадцатую квартиру, а вы оплатите, как это, своими телами ляжете в посадках, потому что вас неправильно мобилизируют, неправильно готовят и неправильно применяют. Ну давайте, давайте дальше поддерживайте это всё, лайкайте, рассказывайте, что Арестович предатель, а вы знаете, как надо, и как вы победите в войне, и что у вас математически всё рассчитано. Вы же кровью своей и жизнью заплатите за это идиоты, вы уже платите и заплатите ещё больше. А тебе не кажется, давай про Вакарчука тему, добьём, тебе не кажется, что это похоже на попытку зачистить политическое поле, там, устранить конкуренты даже потенциально? Слава, Слава очень талантливый человек в музыкальном отношении, но как политик он дважды отказался в должности, типа дважды. Ну о чём мы говорим, там не представляет собой никакой конкуренции, никакой конкуренции он не представляет. Зачем же так жёстко его отрабатывать, зачем прям портить ему концерты, то есть к чему это, на твой взгляд? Ну он же деньгами не поделился, сейчас существует же золотой билет, который, ну как, буквально, Зари, очень многие рестораны, спа-комплексы, отели прямо откупаются, чтобы ЦК к нему заходил. Кому серебряная, как это, пайдзо монгольская, да, на кому золотая, кому платина. Ну, видимо, не поделился, пришли. Так, да, при этом же ж в Украине парламент Украины одобрил крупнейшее повышение налога на войну для поддержки армии. Смотри, выглядит же это же так, что, получается, европейские партнёры, американские партнёры чего-то там не дали, не согласились, так мы всё-таки повысим налоги, против которых выступали американские партнёры. Это выглядит это так. У нас есть экспортные отрасли, где люди, которые их оседлали, вывозят национальное богатство Украины, лес, удобрения, там, ресурсы, как это, руду и прочее, прочее. Вывозят, получают из нашего с вами бюджета, сформированного нашими налогами, 29% отката НДС за то, что вывезли национальное богатство ОМОН. А платить и ничего с этого не платят. У нас ни одна экспортная отрасль, не обложенная налогом, более того, выплачивают за то, что вывозят. Такая система создана экспортными королями и поддерживается всем устройством государства. А вы платите жизнями и деньгами, чтобы они дальше обогащались на этом всё. Введите экспортные налоги. Вот недавно была история с банками, когда 50% на оборот банков должны были наложить налоги, её банки сбили, рассказывали, как они бедненькие, несчастные, им денежек не хватает, а лох должен заплатить. Слава Богу, это вернули, ну так обложите экспортных королей, обложите их бизнес, хотя бы НДС, пусть НДС не возвращают. За то, что они увидели украинский лес, вывезли в Европу. Вот система. Лохам ничего, королям всё. Вы хотите её поддерживать? Реально, я буду повторять этот вопрос, пока вы не поумнеете. Вы хотите её поддерживать, эту систему? Заплатите жизнью, уже платят. Даже те, кто в тылу, даже те, кто выехал, платят жизнью будущим своих детей и внуков. Всё проворовывается. Вам, идиотам, да, в нарушении Конституции прав человека с вами делают, что хотят. Начиная от запрета разговора на родном языке в школе, заканчивая там, потому что вы на концерт нормально не можете сходить. И при этом хватают и тащат, а вы все за это голосуете, всё это поддерживаете, вы с этим согласны, вы это лайкаете. Ну кто, кто вы после этого? Когда человека обманули первый раз, он как бы подлец тот, кто обманул. Когда человека десятый раз те же люди по той же схеме обманули, он уже не подлец, он идиот. Его уже, вернее, как это, его уже не жалко, а он уже идиот. Понимаете? Но мне до сих пор вас жалко, поэтому я не прекращу вам показывать истинное положение вещей. Так, нардеп «Слуги народа» Камельчук сказал в интервью, что никто в мире не будет нам дарить деньги. Это не последнее повышение налогов, которое нас ждёт, ведущая. Но во время войны повышения уже были, хотя нам обещали, что повышений не будет вообще. Нардеп Камельчук говорит, нам никто в мире не будет дарить деньги, мы их или занимаем, или сами отдаём, которые имеем. Ведущая говорит, или крадём. Камельчук, ну мы все, я надеюсь, что нет, только отдельные там сек-миллионеры. Ну вот это вообще рамка, что нам никто деньги не дарит. Ну во-первых, мне кажется, там достаточно большое количество денег действительно передано Украине в качестве грантов. То есть это безвозвратная финансовая помощь. Это же ведь действительно… Кредит, Оля, и кредит не означает приговор, они реструктуризируются, списываются и так далее, и так далее. Поэтому как бы это не проблема. Но вот сейчас речь идёт, говорит, что… Смотрите, когда я говорю… Понимаете, что вот этот проект «Стена», который вы рассказываете, это же не физическая стена, это ПВО, это РЭП, это, ну в том числе, отдельные районы обороны, это сильная армия, спецслужбы, киберзащита, это такая стена многодоменная во всех сферах стены. Это, говорю, сотни миллиардов долларов. Они говорят, ребята, вам уже 420 передали за это время. Что думаете, а мы ещё 400 не найдём? Найдём. Найдём. Просто нормально надо, как это, согласовывать интересы. Для них это не проблема, в мире избыток денег. Они найдутся, тем более под реальные инвестиции. Я, кстати, хочу сказать, что Юра один из немногих человек, который в парламенте, который… Когда его… Помните, была история, когда ПИПа и прочие придурки из народных депутатов вылезли на трибуну, организовали сбор подписей и заявили, что я должен быть арестован, как только я вернусь в Украину? 29 членов парламента, в том числе из правящей фракции. Юрия на подпись тоже там оказалась, а мы всегда были в хороших человеческих отношениях с тобой. Я его всегда уважал, он всегда уважал меня и так далее. Я говорю, Юра, а как же так? И он объяснил, что его обманом втянули, поймали и сказали, ты против российских чпионов? Он сказал, да. То есть подписи собирались обманом. Он сказал, да. И он единственный, а там ещё нескольких людей обманом втянули, с которыми у меня тоже были приличные отношения, но он единственный, кто написал и сказал, что я в этом не принимал участие, меня как бы обманули. Да, я нет, я против. Поэтому ему можно верить, что это не последнее повышение налогов, и это совершенно очевидно. И вы будете платить. Лох всегда платит дважды, трижды, платит бесконечно. А кто-то будет вести лес по вашим хребтам и получать за это экспортный откат. Вот эта система, которая создана в нашей стране. Хотите её поддерживать дальше? Ой, да. Слушай, про сразу шпионов российских, про которых всегда говорят, что они шпионы. Колышный речник у нас повитренных сил, из-за сбройных сил, Игнат Юрий, сделал заявление относительно Марьяны Безуглой под названием «Выжил ли патриот после удара Безуглой по позициям воздушных сил?» Что он говорит? Прямая речь. Итак, рупор кремлёвской пропаганды в Украине нардепка Марьяна Бе на радость россиянам и в отчаянии украинцам подтвердила удар по позиции украинского зорка «Патриот» на Днепропетровщине 9 октября 2024 года. «Делает она это не в первый раз и, очевидно, не в последний раз. Лучшего демотиватора для украинского воина или потенциального рекрута не придумаешь. Её большие ценители российские…» Ну, короче, то есть идёт дальше вот вся история. Ну, по Марьяне ведь много, и мы обсуждали в прошлый раз. Ну, непонятно, честно говоря, что можно сообщать, что нельзя. Можно ли сообщать Марьяне то, что другим нельзя? Или другим можно ли сообщать то, что сообщает Марьяна? Можешь дать нам свою оценку? Коля, Игнат — это мелкий… Давай по порядку. Игнат — это мелкий гнилой чёрт, которому точно надо скормить его погоной полковника, потому что он их опозорил много раз. То, что его как фоську выпускают там большие генералы рассказывать, да, про то, как надо бороться с народным депутатом Украины, членом парламента, в любой государстве мира, в любой армии, от африканская до американского, его порвали бы в ключ за наезд на члена парламента. Это какой-то армейский полковник подпрыгнул на члена парламента. Вообще, в стравом уме, вы представляете, в Соединённых Штатах армейский полковник на конгрессмена? Его бы уничтожили, гражданская казнь его растоптали бы, а потом на военных базах новобранцам лысым, когда они упор и лёжа отжимаются, рассказывали бы страшную историю, что так никогда не надо делать. Это категорически запрещено. Армия, вмешивающаяся в политику путём оскорбления народного депутата и закидывания члена парламента, закидывания необоснованных обвинений — это катастрофа для государственного управления. И то, что мы до сих пор это терпим, мы этого черта не разорвали, просто в клочья, и не обоссали эти клочья, это лишний раз показывает, кто мы такие. Это надо задавить было с самого начала железной рукой. Где позиция парламента? Где позиция главы парламента? Как бы вы ни относились к Марьяне, вы идиоты, вы не понимаете, что такие наезды ваш общий статус снижали. Тут надо защищать не Марьяну, а статус народного депутата. Безмозглые там, ничего не понимают. И так далее. Все пытаются заигрывать с этими военными, облизывать, чтобы потом их используют, как лохов же. И это, поверьте, Игнат ещё побежит куда-то в депутатские военные списки и так далее, и так далее. Оно тут такое, как это. Поэтому тут всё очень просто. И нормальное военное руководство первое должно было его порвать за нарушение, как это, за воинской честью и законопрохождение войской службы. Всё очень просто. Что касается Марьяны, всегда понятно, что можно говорить и что нельзя. А Марьяна ни разу формально, из того, что я видел, не нарушила законодательство. А кроме того, сохранение, что такое государственная тайна, а военной в Украине нет с тех пор, что тоже нас прекрасно характеризуют. Раньше было военное государственное, сейчас только государственное. Так вот, это оценка. Так вот, об этом можно отдельно говорить. Так вот, это определяет СБУ, как орган, который дает державной таймнице. Я что-то не видел наездом на Марьяну со стороны СБУ. Видимо, специалисты понимают, что она ничего не нарушает. И придраться к ней невозможно. Но тут выходит Игнат, дядюшка, которого послали, как моську. Знаете, бывают три вида полковников. Господин полковник, товарищ полковник и эй полковник. Так вот, это хуже, чем эй полковник. Выползай, и начинают что-то там, ага, и так далее, и так далее. Я вам просто советую, дяди генералу, вы опомните, если порвите его в клочья, что это всё очень плохо для армии в целом интернет. А дядям депутатам и тётям я могу сказать, порвите вы в клочья его вы, не за Марьяну, а за статус народного депутата. Понимаете, что у вас скоро ноги будут вытереть? Вы этого хотите? Или что? Вы же корпоративный статус защищаете, статус из этого самого. Представляете, как из-за границы всё это смотрится? Ну вот тут парочка американских полковников в десяти метрах. Я сейчас выйду и скажу, ребята, вот ты сейчас наехал на конгрессмена. Вот я специально закончу передачу, пойду поставлю мысленный эксперимент. Я думаю, он в уморок упадёт, скоро он придётся вызвать. Так, ну формально давай уточним. Почему нельзя сообщать об уничтоженном ЗРК «Патриот»? Ну, нельзя сообщать только сведения, которые представляют собой государственную тайну. Где написано, что уничтоженный ЗРК «Патриот» — это гостайна. Кто секретил эту информацию, кто надавал ей гриф? Тайной считается не то, что мы захотели считать тайной, а то, на котором стоит гриф «ДСК таемно, або целком таемно». Где гриф об информации про уничтоженный Патриот? Где он? Покажите. Тогда, да, нарушение гостайны, признаки деяния, имеющие нарушение гостайны, и Служба безопасности Украины должна будет в этом разобраться вместе с прокуратурой, с Генеральной прокуратурой, и с ДБР, потому что это что? Это народный депутат. Когда покажете, будем говорить. А грязно-ротые высказывания со слов «военного» в форме действующего военного, не отставного, как и от действующего военного, не в запасе войны, по отношению к члену парламента, вне зависимости от его фамилии, это абсолютно для государственного строительства недопустимая вещь. И когда кто-то гейкает и его поддерживает, вы идиоты разрушаете государство. Впрочем, вы идиоты ничего другого делать не умеете. Что с вас взяли? Нормальное государство скормило бы погоны Игнату, да, и он бы никогда больше не поднялся, он бы прошел через гражданскую казнь, все. Еще обоссало бы то место, где его закопало. По-другому с ним нельзя. С чертовым гнилым мелким. Ох, жестко-жестко. Слушай, ну Игнат же тоже вроде как уже экс, он же может быть тоже в запасе, может себе вроде как позволить больше. Так он трындел, когда он был еще не в полнении себе экс, а даже спикер поветренних сил. Сейчас страна Фейсбука, понимаешь, да, как это, что такое предъявить члену парламента, что он шпион или главный рупор российской пропаганды. Ты представляешь, вот выходит американский полковник, повторюсь, немецкий, и говорит, этот член парламента, он спикер русской пропаганды. Что бы с ним сделали, как ты думаешь? Израильский полковник, иранский полковник и так далее. Сколько бы он прожил после этого? Прожил, я имею в виду, не физически, а как социально признанный член общества. Для любых подобных заявлений, очевидно, нужны какие-то юридические основания. Ну, как минимум, должна служба безопасности вмешаться, и ДБР, и дать свою оценку таким заявлениям. Потому что он заходит на их правовое поле, и генпрокуратура, и начинает назначать, кто шпион, а кто не шпион. А когда мне, я, например, начальник контрразведки, и мне говорит, что народный депутат шпион, это мне плевок в лицо вообще, то, что я не выполняю свои обязанности и пропустил шпиона среди народных депутатов. А где их оценка словам Игната, как в нормальном государстве все бы работало? Ну, то есть, по логике, если Игнат хочет что-либо доказывать, он должен это делать в письменном, в том числе в виде, по крайней мере, свои слова подкрыждающего обращения. Мы хотим, чтобы государство нормально работало, и не хотим. Чего мы хотим от государства? У нас и так не армия ополчения, у нас и так не государство, а сарай коровий барак. Мы хотим это дальше усугублять, или хотим всё-таки перестроить барак в что-то более-менее подходящее, а армию перестроить в этот самый, в что-то похожее на армию, а не народное ополчение, которое у нас сейчас, которое не выполняет своих собственных же законов. Первый признак гнилого черта – это невыполнение собственных законов в любой сфере. Пришёл в армию — выполняй. Пришёл в блесничество — выполняй. Пришёл в парламент — выполняй. Занимаешься государственной должностью — выполняй. Вот и всё. Потому что чёрт черти, которые подрывают правила своей же собственной системы и потом рассказывают, что они знают, как эта система, бла-бла-бла, ну слушайте, никуда. Но это как бы более гнилого ничего. Их надо по шпонку. И регулярно их описывать, потому что по-другому они не понимают. Это единственное место их в жизни. Всё. Так у нас все, бляха, такие, за редким исключением. Мы превратили страну в этот самый, и государство в, бляха, барак для чертей. Но это всё надо давить немедленно. Это нельзя поощрять. А у нас, э-э-э-э, давайте полайкаем, потому что это прикольно, а Марьяна — погано. А спрашивать надо одновременно и с Марьяной, и с полковником, если они что-то не то делают. Знаешь сведения, что она разгласилась в секретные сведения? Так в СБУ пиши заяву, ДБР. Где заяву? Чёрт ты, блин, гнилой. Игнат, где заяву? Ты офицер или баба? Что ты трындишь, бля? Напиши заяву. Поступи по государственным механизмам. Пусть Марьяну исследуют, проверят. Может, разгласила действительно. Тогда скажи, ай-яй-яй, Марьяну, кровь. Твои оценки сегодня максимально радикальны. Давай ещё... Ну, потому что я устал подбирать слова. Слушай, Коля, мне 50 лет. Я устал молчать, недоговаривать, и не этот самый, как бы отбирать слова и прочее, прочее. Мне уже хочется быть в ладу со своей совестью. Я уже перестал всё подбирать. Я уже говорю, как есть. В связи с этим хочется вернуться к господину Старненко. Он в ФБ, ну, едва ли не твоими словами заговорил. Причём ссылается он что? Он говорит, сразу отмечу, что дальнейший текст, обопщённая оценка услышанного от многих профессиональных и талантливых военных их оценка сходится в 100% случаев. Организационная структура вооружённых сил совершенно не отвечает вызовам столь большой войны, Великой войны. Например, у нас очень много различных подразделений на полосе, но у них нет единого центра управления и коммуникации разведки. Да, есть, конечно, ОСУФ, АТУ и так далее, но эти образования не действуют как один крупный организм. Причина проста. Сегодня в составе АТУ одни бригады, завтра совсем другие, нет постоянной структуры, искусственно создано целое звено штабов над штабами, часто решения, требующие мгновенной реакции, не принимаются за сутки двое. Бывали случаи, когда у нас в обороне было сил больше, чем у россиян во время наступления, но враг создавал успех, потому что у нас не было нормального взаимодействия, связи между многочисленными организмами. Какой выход, переход на дивизионную систему, о чём уже многие авторитетные военные говорили публично. Слушай, ну как бы поскольку там про сто процентов идёт речь, а ты первым заговорил на моей памяти, ну и повторяешь это прям системно, слушай, ну я считаю, как бы там ни было, но это признание. Ну что бы мы ни говорили про Сергея... Коля, от кого признание? От крысёныши? Слушай, ну... С каких пор этот чёрт стал военным экспертом? У него есть воинское звание, хотя бы рядовой. Он бегает от армии и пишет видосики, рассказывая, как он герой. Понимаешь, да? Что он понимает в армии вообще? Почему мы обсуждаем его слова? Скажи мне, пожалуйста. Потому что, очевидно, он выражает мнение каких-то военных, профессиональных и талантливых. Потому что он с Притулой пиздит деньги в своём фонде, да, давно уже на армии, да. Он не получил право рассказывать про армейские дела, а кто он такой? Какое у него воинское звание? Сколько дней он был в армии? Ну вот ты тоже смотри. Сказал про воровство в фондах. А где доказательства? Для доказательства, так проверьте. Будут доказательства. Спросите, почему Притула запретил жене Инстаграм вести, например, во время войны. Такой интересный вот такой. Бедная убивается, никак не может себе позволить, а хотелось бы. И многие другие. Часы Филимонова обсудите там и прочее. Их лучшего друга. И там есть чем заняться. Было бы желание. Понимаешь, да? Но я просто не хочу в этом вязнуть. Кто они такие, черти эти все? Где они? Коля, давай ниже Си Цзиньпиня не опускаться. Хорошо? А во-вторых, назовите мне этих талантливых и профессиональных военных. Я хочу услышать пять фамилий. Кто же у нас талантливый и профессиональный? Такой в этой армии. Колхозный. Ну-ка. Давайте. Я очень хочу услышать. Это колхоз, Коля. Какой там профессионализм и талант? Если он профессиональный и талантливый, он уставов не знает и с ними борется. Если он знает уставы, он не талантливый, не профессиональный. В любом случае, это что-то одно несовместимо. Настоящих профессиональных и талантливых эта армия давно уже выжила. Потому что нормальные, талантливые и профессиональные за редчайшим исключением не хотят там находиться. Так вот я тебе ни во время войны, ни до войны, ни после войны. Так вот я тебе расскажу страшную тайну. Ты знаешь, что у начальника генерального штаба и главкома нет своей военной разговорки? Потому что у нас ГУРМО в нашей великой стране это ГУРМО, а не генерального штаба. Начальник генерального штаба, планёра операции, вынужден просить его информацию, а не приказывать. А это абсолютно неприемлемо. Это изначально неправильно создано военной системе. Про управление не боевыми приказами или не приказами, а БРками мы уже говорили. Я тебе могу 20 передач записать, рассказывая, как в армии неправильно. И пока профессионалы эти все и таланты не говорят про это, а не только про отсутствие дивизии, которые мы всех уже задолбали и набили оскомину, они непрофессиональны и неталантливы. Они, может, что-то конкретно умеют, например, батальоном или бригадой управлять на поле боя, подбирать лишь состав и так далее, но не рассказывайте мне про профессионализм и талант, потому что там ничего нет от профессионализма. Иначе бы они озвучивали реальную проблематику армии, они ее осознать не в состоянии. Потому что это случайные элементы, пусть даже талантливые отдельно из них, занесенные в армию, не понимающие армию как систему вообще. Ее место в государстве, ее принцип комплектования, ее формальные и неформальные законы, реальные законы и так далее. Вот и все. Какие нахер профессиональные и талантливые? Кто? Назовите. Назовитесь и назовите профессиональные и талантливые военные. А я с вами поговорю тогда об армейских проблемах, реально существующих, про которые вы понятия не имеете. Вы даже, пусть хоть один из них расскажет, что такое единое начало и как оно работает, и какие принципы вытекают. Это главный принцип армейский. Главный, а все остальное нанесется на него. Хоть слово они такое знают, эти профессиональные и талантливые военные. Потому что руководить батальоном или бригадой в бою, и даже ее собирать и правильно готовить, это еще не талант и не профессионализм, это только узкая его часть. А чтобы высказываться на общие армейские проблемы, надо немного понимать. Понимаете, да? Поэтому каждый хорош на своем месте. Рулишь батальоном, рули родной. Рулишь бригадой, рули на здоровье. Честь тебе и хвала, героя дадим, похвалим, руку пожмем, премию выдадим и так далее. А чтобы рассуждать на эти темы, надо немножко понимать. А откуда же понимание возьмется? Когда мы прямо с митинга в армию побежали, полковниками стали там, флагами машем, рассказываем, как воевать надо. Так, про уровень не ниже Синь Цзиньпиня, к тогда заявлению Байдена относительно того, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР. Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Нет, никакой выгоды для наших стран или мира в том, чтобы предвосхищать прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям сегодняшнего дня, а именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы соглашения, которые мы коллективно установили и противоречат жизненно важной работе сегодняшних лауреатов Нобелевской премии. Это заявление Байдена в связи с поздравлением лауреатов Нобелевской премии мира. Считаешь ли ты это заявление принципиальным изменением курса Байдена? Что на что-то согласился такое, чего раньше он не соглашался? Нет, это часть большого пакета новой Ялты коллективной. На материальном уровне это выразило в том, что Южная Корея кричит, что она привела в готовность артиллерийские подразделения. Сейчас будут дороги подрывать, и Китай проводит ядерные учения, и Запад проводит ядерные учения. Но это часть глобальной расторговки. Одно из ключевых задач. Долгое время Китай, Штаты, Россия не считали возможным применять вооружённую силу друг против другого. После 1945 года, хотя была холодная война и так далее, воевали прокси-воими. Россия, когда начала войну с нами, она последовательно поднималась. Грузия, потом мы, нарушаем международное право и так далее. Она создала ситуацию, когда разборки прямые с прокси-силами, на участие вооружённых сил государств через прокси-системы и территории, в данном случае Россия против нас, против НАТО, является частью международной политики, одобренной. Локальные конфликты снова стали инструментом. Прямое применение вооружённых сил сверхдержав и против прокси-сил других сверхдержав в зоне ответственности стало легитимным частью этого самого. Это одна из главных результатов этой войны. Но мир работает на то, чтобы не поднялось это на что? На глобальный уровень, чтобы не начался прямой конфликт сверхдержав. Россия-Китай, Китай-Россия, Китай-США, Россия-США. Вот этого хотят избежать. Для этого надо установить систему правил. Но поскольку все почувствовали привкус силы и хотят систему правил, как это, дезавуировать Запад как однополярная часть мира, да, и чтобы всех признали как равных игроков за большим глобальным столом, они друг другу сейчас изо всех сил угрожают, демонстрируя возможности. Инструментом разборки глобальных держав является ядерное оружие, поэтому, конечно же, о нем сошла речь. И, конечно же, будут устанавливаться правила, тем более, что система сдерживания применения ядерного оружия, созданная после 1945 года, после первого его применения, была расшатана выходом из договоров про ограничение обычных вооружений в Европе, СНВ-1, 2, 3 и так далее. Все они были поколеблены, отменены, приостановлены. А китайцы и прочие индусы с пакистанцами вообще не вступали в эту систему договоренности. По крайней мере, только часть выполняют. Поэтому это сфера, которая должна быть урегулирована. А то, что она регулируется в форме ультиматумов, да, и взаимных учений и угроз, ну, так это, как это, время такое нервное сейчас. И поэтому военное. Поэтому, как бы, да, Байден идет навстречу, потому что это часть глобальной сделки, они друг другу на земле, и в море, и на суше, и в воздухе демонстрируются проможность. Вот у нас есть ядерная дубинка. А потом садятся, договариваются. Это то, что происходит сейчас между большими пятью игроками. Слушай, ну, раньше кажется, может быть, я ошибаюсь, но кажется, что именно позиция демократов относительно КНДР, она была вот, ну, не такая, как у Трампа. Если Трамп ездил, там, лично общался, встречался, то встречаться с руководителем Северной Кореи считалось вообще молитом, и как бы, ну, это кажется, что запредельный уровень. И Байден сегодня, получается, он его перешагивает. Или я ошибаюсь? Ну, Байден сильно поскромнел, как и все демократы, мне кажется, с начала войны, потому что, как сказал и Камала, вернее, Харрисон на дебатах с Трампом, когда Трамп спросил, сказал, что вы плохие переговорщики, с Россией надо было договариваться, с Китаем перед войной. Он сказал, да кто они такие, чтобы мы вообще с ними разговаривали? Вольдом переводим. Как бы, да, чтобы сокращенно процитировать. Они считали, что мы тут управляем всем миром, а то, что они поскорбляли по результатам войны, так это было одной из целей войны. Одной из целей войны было, чтобы признали многополярный мир. Он признан де-факто и де-юре, когда будет большая сделка. Или система сделок. Поэтому глобальный юг добился своего. Россия выполнила для него благодарную работу. Барана, который таранит ворота, потеряв там сколько? По разным данным, от 250 до 600, 650 тысяч убитыми только. И так далее. Ну окей, хорошо, ладно. Они захотели, они выполнили. Свои какие-то бонусы получили, а вот считать ли это соразмерными бонусами, результатами, это уже рассудим потом, когда все закончится. Вот эта глобальная Ялта, о которой ты уже неоднократно сказал в этом эфире, что она из себя предполагает в ближайшее время? То есть будут ли формализованы эти встречи, на твой взгляд, до выборов? Нет, после выборов будут подписывать только новые руководители, понятное дело. Потому что ни Путин, ни китайцы, никто, ни индусы не будут подписывать с президентом, который уходит. И непонятно победителю. Он как бы Байден вообще не перезбирается. Только с новым руководителем нового Белого дома, который четко придется с командой, с политикой. Только с согласованной позицией Запада. Это будет либо система частных договоренностей, например, отдельные договора про ограничение вооружений, торговлю и прочее, либо тут же торговые войны еще надо учитывать. Либо это будет, грубо говоря, конкуренция держав будет идти и кооперация по цивилизованным правилам или нет. Эти правила будут прописываться. Сейчас, заново. Либо система договоренностей, да, будут неофициальные, но будут ли они официальными, посмотрим, они могут остаться неофициальными. Задача основная – признать многополярный мир и установить его границы и правила. Это непросто, но это уже де-факто. И второе – как бы правила конкуренции, дружбы определить. И третье – не дать вывести это на конфликт, прямой конфликт глобальных держав. Вот эти три задачи, они решаются. А где границы? В том числе за наш счет. В том числе за наш счет. Где границы, на твой взгляд, многополярного мира, в чем они заключаются? Границы зон влияния. Китая своя зона требует, у американцев своя, у Европы своя, у британцев своя, у России своя, у Турана своя, но плюс Африка и Южная Америка, на которые все влияют, все кому не ленят, особенно на Африку. Есть еще космос, есть Антарктида, есть много чего, киберпространство, все это требует систем договоренности. Частью становится явочным порядком, по наиболее важным пунктам договорятся, скорее всего, явная линия, мы уже договорились. Но маленькие Украина и Израиль бьют за этим банкетом посуду и требуют выслушать. И когда нам говорят, хорошо, мы вас слушаем, унесите разумное предложение, у нас тут начинаются математические расчеты Миши Подоляка. А у Израиля, что начинается в этот момент, тоже Миша Подоляк? А Израиль очень трезвый игрок. Нет, Израиль очень трезвый игрок, он говорит, так, у нас есть проблема, мы ее решим. Хазбалла задолбала всех вообще, как и Хамас. Все пальчиком грозят, но на самом деле рады избавиться от них, потому что палестинских беженцев ни одна арабская страна не захотела принимать. Все помнят черный сентябрь 70-71 годов в Иордании, когда беженцы подняли этот сам и хотели скинуть хатшемитскую династию короля закона. Он их раздавил гусеницами и что-то как-то не очень возражало. Я представляю, что израильтяне сделали бы такое, то, что Хусейн сделал со своими палестинцами, что бы было. А кроме того, у объединенных Арабских Эмиратов, у Саудовской Аравии программы модернизации усилены. Перестройки структурной экономики, они нуждаются в нормальных отношениях с Израилем и куче израильских специалистов, которым они симпатизируют и вообще пригласили, приглашают во все свои средства, вернее, во все свои эти самые планы, проекты и так далее. Начинают строительство этих сверхдомов, заканчивая там космическими программами. И все было бы хорошо, но случилось седьмое число. Опять же, давайте посмотрим, как случилось седьмое число в Израиле, годовщину, которую недавно отмечали в трагедии, когда Байден на двадцатке в Индии объявил, что Индия — Новый Китай и путь будет идти через Саудовскую Аравию и в Израиле. Сразу в Израиле что-то произошло. И ту же часть игры. Израиля разыгрывали, как и нас. И эмоциональное управление через травму, через бучу и через седьмое число — это тема, которая еще ждет своих исследователей. Явно или неявно, но нас загнали в ловушку буча, мы до сих пор не сидим, потому что не рассматриваем мирные варианты Израиль. Год занимался глупостями, но нашел в себе силы выйти из этого, выйти из воронки, которую он и сам создал, и рядом инициативных действий создать свою воронку, что крайне важно. А, например, Азербайджан не дал себя загнать ни в одну из воронок, наоборот, построил свои, и что? И последовательно проводит свою политику. Так что все играют по-разному. Маленький Вьетнам выходит на сверхпоказатели, две свободные экономические зоны, мало того, что маленький, еще коммунистический, и американцы с удовольствием приезжают договариваться о взаимном сотрудничестве. А почему-то могучая крупная европейская Украина, хотя по населению разница, ее разница в пользу не там, не может этого сделать. Как же так? Как же так? Сингапур смог, один город, стоявший на болоте, на Борлочок, а мы не можем. Имея все. Идеальный климат, кучу водных ресурсов, ценность номер один в мире, кучу агроресурсов, ценность номер один в мире и так далее. Почему мы все только про его? Скажите. Во Вьетнаме сто миллионов населения на территории меньшей Украинской. Страна-то маленькая. Посмотрите на показатели экономического роста, какую международную политику проводит Вьетнам. Да нам и не снился этот класс игры. А ведь там проклятые... Да, а там ведь проклятые коммунисты. Сволочь, до сих пор коммунистическая страна. Оказывается, дело не в коммунистах и капиталистах, а в наличии разума или отсутствии разума. Правильно? Вот и все. Вот одно из главных уроков 20-21 века, что дело не в политическом строе. Плевать, капиталисты или коммунисты. Важно, разумные люди и разумную политику проводят или что? Или какое соотношение между элитами и массами устанавливаться? И 6 миллионов украинских мужиков, которые не реги... как это, ни в военкоматы не идут, наверное, начали уже подозревать, что какое-то соотношение между массами и элитами у нас не совсем то, которое считается справедливым. Хотелось бы иметь. Наверняка, именно это они и подозревают. Да. Явно или не явно? Может быть, неосознанно даже. Может быть, даже неосознанно. Так, напомним сразу же, что мы поддерживаем Збройные силы Украины под нашей трансляцией. Вы можете поддержать очередной личный сбор военнослужащих. 65-й МБР. Мы продолжаем сбор. 400 тысяч ребята собирают для обеспечения защищенных каналов связи. Алексей, где они находятся, напомни, пожалуйста. Находятся на одном из самых важных направлений, на юге. У них бои тяжелые. Они нуждаются в этом кровь из носу. Напоминаю, сколько бы я ни ругал армию и систему, солдат первый, должен быть обеспечен на офицер. Второе, надо понимать очень четко вещи. Меня часто спрашивают, а что вы типа все ругаете, говорите, что войну надо оканчивать, а на деньги собирается. Потому что я введу ситуацию туда, по крайней мере, на уровне идеологического своего влияния и логического влияния, чтобы, где у нас появляется возможность, шанс зацепиться и перестроиться. 75% этого шанса обеспечивают сегодня солдат и офицер, которые находятся на окопах. Потому что, если он проиграет, ничего не будет уже. А пока он стоит, даже проиграв, мы все равно имеем шанс на перестройку оставшейся территории и потом возвращение политическим, военным, каким угодно путем то, что у нас забрали. Вот и все. А пока, если солдат прекратит сражаться или не будет на имя обеспечения, кончится все. Все сразу. Здесь будет путинская НКВД стрелять всех и затылок попадла. Вот и все. Все. Все очень просто. Прямая логика. Поэтому поддержите солдата и офицер. О нем можно всякое сказать, на всякое ему указать, но он-то воюет на самом деле сейчас. Да, ну и мы максимально проверяем, что это люди, которые находятся там, где они говорят и нуждаются именно в том, что нужно им, что они заявляют для того, чтобы делать свою работу как можно более эффективно. И мы же этих денег не касаемся руками, они прям напрямую движутся к солдатам. Я хотел еще, Алексей, один вопрос у меня есть, вот прям мне хочется уточнить его. Получается, что пока Израиль не разберется с Хизбаллой, то как бы Израиль тоже будет бить горшки в этом мировом порядке вместе с Украиной, условно говоря, синхронно, но не солидарно, а вот так, как есть. Не солидарно. Каждый решает свои проблемы. Израиль, кстати, наша неспособность договориться, разрушенные украино-израильские отношения, это тоже не от большого ума. Была бы согласованная позиция, то, что идет по нам согласован, значит, и мы могли бы согласовывать позицию, но тут как бы и здесь проваление, причем с обеих сторон. Так вот, что я хотел сказать, что Израиль под очень серьезным давлением со стороны Соединенных Штатов, тяжелейшим давлением, и других этих стран, в том числе арабских стран и прочее, это оплата за проезд. Если ты хочешь организовывать цели в своей политике, ты должен был готовить и нажать, они на них идут. Но вопрос в том, что Израиль проводит обеспеченную политику, у него цели никогда не превышают реальных возможностей. А постсоветский человек, постсоветский, с его травмой и отрицанием и выученной беспомощностью, он что? Не умеет главного, он не умеет измерять возможности с желанием. Не идти к цели путем последовательных компромиссов с одной стороны, а с другой стороны через, как это, приобретение новых возможностей, которые позволят выёживаться соразмерно желанием. А у нас желание, не как у Советского Союза, а возможностей, как у Хацепетовки, понимаешь, вот и вся проблема. И вся эта дыра, вся эта лакуность заполняется вот этими крысами идеологическими, которые нам рассказывают про то, что надо верить в победу, и труп врага сам проплывёт. Сам обязательно проплывёт, конечно, у нас всё математически рассчитано, когда этот труп куда-то проплывёт. Я не знаю, как добровольно можно жрать эти сказки, которые жрёт украинский народ. Для дебилов. Они даже не стараются их сделать более-менее логичными или стройными. Ну, я не знаю, вы хотите реально хавать это полной ложкой соотечественники? Ну, мне просто, я не знаю, как и что объяснить. Ну, кто это хавает вообще? Они же для детского, даже не для детского сада, трёхлетний ребёнок почувствовал бы здесь подвох и в том, что творится, и в том, что рассказывается. Но нет, вот лайки там, борьба с удвечным ворохом, бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей. Заплатите корону. Уже платите. Ещё заплатите. Слушай, не кажется ли тебе проблема, что в том, кроме всего прочего, что у нас из-за условно-советского наследия мы вообще не способны реалистичные оценки давать? Я помню своё условно-то, такое неформальное, извини, да-да-да-закончу, неформальное образование в грантовых условно-проектах украинских. И когда ты подойдёшь в проект, там всегда тебе пишут, и мне говорили это лично, говорит, у вас, у украинцев такая проблема есть. Вы всегда, когда бюджетируете, вы пишете, типа, проси вдвое больше, дадут хоть половину. И вот мы, говорит, мы так не привыкли, у нас надо писать честно, что конкретно вам нужно, чтобы потратить на достижение своих целей. И вот вы вот этого не умеете делать. И мне кажется, у нас это как бы такое экстраполировано. Но мне кажется, что это чисто украинское. Потому что, а где ещё в Советском Союзе такое есть? В бывшем Советском Союзе это раз, а во-вторых, в Советском Союзе прекрасно умели считать. Нам близко не сравниться с тем, как умели считать в Советском Союзе. Алексей Николаевич, смотри, какая штука. Да, другая часть вся Советского Союза не находится в этих отношениях просить большие деньги у Запада. Да ладно, вся Центральная Азия находится в отношениях с таких же Западом с Китаем одновременно и с Россией. Сразу с тремя и прекрасно всё считают. Почему-то Киргизия начала проекты и возвращения с отечественниками, потому что развивается текстильная промышленность и стали литейными. И экономический рост у Кыргызстана, понимаешь, несмотря на Майдан, революции, снятие президента и вот прочее, прочее. А мы никак не сподобимся. И почему-то у нас, у нас верят в набор мифов, что во время войны невозможен экономический рост. Да во время войны только рост и случается. Посмотрите, как Штаты выстрелили вверх, будучи свадежавой. Что у нас невозможно во время войны культура и там какое-то развитие. Посмотрите на Голландию. Голландия воевала одновременно с океаном, который сжирался в хозяйственной земле в 16 веке. И со сверхдержавой того времени Священной Римской империи Гарсбургов, читаете, Испания и тогдашняя. Разница была примерно, как если бы сейчас Молдова воевала с США на полном серьезе, 70 лет. И Молдова победила. Но мало то, что она победила, победила море, победила страшного, сильнейшего противника, который людей там на кострах живым жевал, и соотношение армии было невозможное. Она за это время нарисовала 6,5 миллионов картин малых голландцев, создала голландскую культуру, голландскую юриспруденцию, голландскую науку и так далее. Все во время войны. Вся немецкая классическая философия, перевернувшая навсегда представление человечества самим собой, была создана за 33 года очень тяжелого для Пруссии и Германии времени, наполеоновские войны война не отмазка. Ничего не способно управлять человеком, который хочет исправить. Сингапур поднимался, это засранное болото, полное желтой лихорадки и лачуги сколочены из картонных ящиков, как это, обивка контейнеров морских. Посмотрите сегодня на Сингапур. Не всем нравится дисциплинарщина, но сам факт проекта показывали. Ну да. Вот и все. Как сказал один сегодня, кого-то процитировал Юра Романенко, сегодня же празднуют Нобелевскую премию, а Джим Аглу его товарищи за это нации перемогают и нации за нападают. А переводится это очень просто. Чего такие бедные, чего дурные, потому что дурные, а чего такие дурные, потому что бедные. Вот и все, за это можно давать Нобелевскую премию. Вот здесь все. Вот здесь все. И вот здесь все, там где совесть и сердце. Они вовсе в войнах, виды, вот вечный ворох на нас напал, у нас расстреляли возрождение, у нас был Голодомор. Да вы убили и расстреляли больше, ликвидировали людей с 91-го года, ваша антисистема, чем любой Голодомор советский. Голодомор убил 9 миллионов украинцев, 11 берем по самым крайним. А сколько украинцев теперь в Украине, считая с 91-го года, там где было 52 миллиона? Вы жрете человеческое мясо, других кормите и сами едите. Вот и все. И все здесь, здесь не Путин с вами это сделал, вы сами с собой это делаете каждый день. А Путин это только следствие глупости нашей. Википедия по Голодомору считается до 5 миллионов в верхняя рамка. Ну я беру крайнюю цифру, даже 11, там я такие цифры слышал, 11, ну а сейчас 26, а было 52. 11, где 26, разница есть? Два с половиной разница. А если 5, то в 5 раз разница. Кто это сделал? До 2014 года, по крайней мере, кто это делал? Путин? В том числе? Ну, конечно, коварный Путин. Какая-то доля ответственности, конечно, на него. А все остальное на нас самих. И до сих пор никому ничего не научилось. Повторяются эти же глупости, жрут той же самой ложкой, как эту блевотину, перемешанную с собственным мясом и мясом своих детей. Вот то, что происходит в Украине. Живите дальше, если хотите. А я как бы, у меня сил немерено, я не прекращу все это разоблачивать. Спасибо, Алексей Николаевич, за этот выпуск. Поддерживайте личные сборы военнослужащих, поддерживайте сброи, сброи, сброи силы Украины. Ссылочка в описании. Подписывайтесь на Алексея Арестовича в телеграм-канале, в ютуб-канале и на Альфу. Не забывайте. Тихой ночи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова